Для тех, кто в записи смотрит, это седьмая часть попытки пройти тирани. Третья вообще попытка, максимальный уровень сложности без экспертного режима, то есть с отображением тех сплов, которые вы и ваши противники кастуют, с отображением рейнджа, что очень, конечно, помогает, но все-таки без сейвов, то есть есть одна попытка, релодиться нельзя. Так далеко я не заходил, и сейчас у нас момент, когда Атли, нашего нового спутника, магичку неплохую весьма, мы путем диалогов, ну я до начала трансляции с ней поговорил, чтобы увеличить отношение ее к себе, и сейчас она готова рассказать про новый Сигил, Темный Джейд, собственно, Архонта Приливов, я не знаю, что за Сигил, ну, посмотрим, что из него можно конструировать, в общем, обо всем по порядку, это Сигил Темный Джейд, Архонта Приливов, смотри внимательно, Атли поднимает правую руку, крутит ладонью, а ее пальцы напоминают веер, хлыст на ее запястье вырисовывает узор, а пальцы на мгновение окрашиваются рыжим, оставляя в воздухе след, и, конечно же, чатику привет, чатику привет. Вот, Повелитель Огня получает рангов навыка управления могильным светом 5, всего 5. Это, типа, я теперь смогу... ладно, не понял. В течение нескольких часов вы повторяете жесты Атли, выслушивая ее биографические анекдоты о жизни Архонта в временах и силах, наконец, в последний момент словно что-то щелкает, вы больше не копируете ее жесты, а просто обращаетесь к силе Архонта. Я прошу тебя использовать эти знания с умом, но я и сама так не делала. А теперь, если позволишь, я хочу отдохнуть от слов, быть может, в другой раз. Ща посмотрим. Во, изучен новый ключ заклинания Сигил Тератуса. Тератуса! Вот он, вот он! Призывайте холодный свет могилы Тератуса, холодной луны, которая освещает империю Кайроса. Могильный свет выкачивает энергию своих целей, нанося урон и превращает ее в здоровье заклинателя. У меня, конечно, свободных слотов под это нет, но есть несколько сплотов, от которых я могу отказаться. Так, Сигил Тератус. На него работает 4... ой, 3. 3 Сигиловыражения. Базовый, могильная хватка, это, собственно, то, что есть. А нет, это призрачная стрела. Могильная хватка вытягивает 23 здоровья. Паралич. Опа! Паралич. Радиус маленький. Могильный свет вытягивает жизнь из цели, вводя ее в состояние паралича, постепенно снижая запас здоровья. Так, второе выражение. Призрачная стрела. Это вот, собственно, она. Так. Вытягивает здоровье. Поражает цели разряды могильного света, которые вытягивают с нее здоровье, передают заклинателю. И вот третьего выражения не было. Свет Тератуса. Противники в области действия ошеломляются. Наносится магический урон. Конус. Создает вспышку могильного света. Противники получают магический урон, а погибели еще больше урон и состояние ошеломления. Я бы на самом деле и это использовал, и первое выражение, потому что вытягивание здоровья и плюс паралич, это прям то, что нужно. Особенно если сделать длительность с 3,8 до 5,6. 5,3 секунд. Раз. Правда, попасть будет крайне сложно, поэтому следующее выражение – это точность. О, мы можем еще вместе с парализацией накинуть на него. Хотя нет, Стасис-то как раз и не нужен. Давай-ка попробуем больше урона дать. 23, 32. И можно уменьшить КД еще. Вообще, учитывая 116 знаний у нашего Бобра, он накидывает тут очень хорошо. Снизить мы сможем на 25%, да? Да, 18 секунд. Или лучше поднять дистанцию. До 4 метров. И так, и так успеваем. 115, ё-моё. Столько всего накидал. Хорошо, что теперь заменить? Один из четырех вот этих вот навыков нужно выбрать наиболее никчемный. Ударный разряд. Ложная бездна. Чистый урон. Сбивание с ног довольно часто используем. Ошеломление, отталкивание. Давайте могучий прилив пока уберем. И будем хотя бы одним заклинанием прокачивать навык, учитывая то, что на второй вряд ли хватит. Ну и не хочу я заменять еще одну ячейку, то лучше ловлапнуться, а потом заменить. Она, в принципе, должна сейчас уже сама накидать себе вместо никчемных заклинаний, ну вот, типа вот, касания титаном. Так, но ей точность не нужна. КД тоже снижаем. Нужно довести до 68. 68. Это не так-то просто. Придется 2 снижать. И это, и это. Можно попробовать, конечно, ей дать еще новый спелл. Привет, I'm the doctor. Привет всем чатике. Привет всем. Говорят, что черные... Черные лидеры... Нынче не в моде. Черные лидеры. Какая-то странная шутка про Обаму. Гольф, он... Сложная шутка, как сказал бы Витя. Противники в области действия, ошеломлением. Точность ей не нужна. Ей скорее нужно увеличить длительность этого безобразия. Давай вот так. Вопрос, вместо чего назначить? Восполнение хорошо заходит. Вместо заряженного кулака. Он менее полезен из всех остальных. Так, хорошо, хорошо. Сейчас нужно не забыть сделать привал. Привалов четыре. И будет бой. Будет бой. Можно попробовать еще апнуть два левела путем диалогов. Если нам выпадет там знание. Бога верность к твоим услугам, вершитель. Отлично. У меня со... У меня соображение твоих... Я все внимание... Во, хитро у меня знание. Ты взяла технику боя или память... Об их боевых движениях никого не напоминает. Не хочется копаться в мелочах. Хотя я, вкажется, получаю... Голосы не раты чудовища. Мы оба знаем, что Терратос не виделся, что отвратительнее его. И плевать, что он... Что-то вроде моего хозяина. Подумай об этом. Он поглощает умы своих жертв. Твою же дивизию. Я не хочу даже думать об этом. Хоть на секундочку задумался. Не приходила ли мне в голову та же мысль. Многие годы я путешествовал в хором. Видел, на что способны голоса. Ты не должна становиться, как он, быть избирательнее. Просто пробуем... А кому вы дали опыт? Мне или ей? Ей дали. Кажется, ей дали опыт. В том числе. Поэтому продолжаем еще. Ай. Сейчас попробуем найти какой-нибудь диалог с проверкой на знания или на хитрость. Повысил страх. Нет времени читать. Нет времени объяснять. Ааа, сейчас комбу потеряю. Дайте мне нормальный диалог. Ты отвратительна. Она же из залого хора. О, луки. Верность. Давай поиграем в живую мишень. Повелитель огня получает рангов по лукам. Но это мне не нужно. Можно, знаете, вот одну вот... С одним персонажем общаться полчаса, если все читать. Ёпресете. Спросите мнение о каждом из... Давай, Лантри поговорим. Мне нравится. Верность уменьшается. Господи, что ты? Что я творю? Сейчас всю пати за руиню. Обсудить очевидную связь. Верность, хорошо. Так. Комбу уже, наверное, нет у меня с ней. Можно поставить на строках изменения репутации. Ну чё, комба у нас с тобой осталась, подруга. Я надеюсь, осталась. Да, и там с хорошим запасом. Слава богу. Но не дотягиваем до следующего уровня. Увы. Нет. Я просто апнулся. Давайте вот... Смерть из тени. Аааа, я хочу драться с тобой. Ааа, блин. Верность увеличивается. Больше знать о тебе. Так. 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 Верность увеличивается. Давай сыграем в игру. Верность увеличивается. Мне не нужно твоё. О нашем положении дел. Как бы ты поступила. Я жду диалога какого-нибудь, который... Нет, все фразы начинаются с... У меня другие вопросы есть. Давай я хочу драться с тобой. Ааа, знание атлетика. Отлично. Прежде чем вам удается сделать шаг вперёд, зверолюдка бросается на вас без предупреждения, без выжидания и крепко хватает вас в районе талии. Она обрушивается на вас всем весом. Её мускулистое плечо вонзается вам в живот и вы оба валитесь на землю. Воу-воу. С плетением конечностей... Конечностей, волос и когтей. Ударить её головой. Сбросить себя. Так, получили ещё экспы немножко. Ааа, нифига себе, знание 5! Прикольно. Знание просто на халяву. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Ай, давай поговорим о чём-то забудь. Знание... Нет, знание 116. Уаааа! Ладно, хватит. Хватит отвертеться, надо идти сражаться. Каждое сражение может быть последним для меня, поэтому... Я пошёл. Мы находимся сейчас в безмолвном архиве на самом нижнем ярусе. И в безмолвный архив нас послал Архонт. Архонт... Как же он... Господи, как его звать-то? Его звать Блэден Марк. Вы решили выступить против всех, это всё было. Тревожно, это не то. Короче, путь к власти. Понаходили пергамент, открыли... Все группы Алого Хора, которые были посланы сюда, мы одолели. Они сами не могли пробраться так далеко, потому что грамоты не владеют, знаний не хватает для того, чтобы расшифровывать надписи на пергаменте. Хотя там север-юг, запад-восток. В результате Паруна получилось. Можно было и методом тыка всё решить, но тем не менее. Но это, как обычно, оказалось заманухой от тех же самых предводителей Алого Хора. Так что сейчас вот с ними как раз и будем сражаться. Вот, пошли. Ё-моё. Ну, у них численное превосходство, это первое. Цензор. Молодец, вершитель. Хотел ты этого или нет, но сыграл в мою игру безупречно. Она энергичными шагами подходит вперёд и нетерпеливо смотрит на открытый зал. Я отправляла этих идиотов сюда, в пекло, месяцами и не добилась никаких результатов. А ты совершил невозможное за какие-то часы. Она приостанавливается, задумчиво почёсывая подбородок. Наверное, мне не нужно удивляться, что пробраться через этот барьер могла грамотность, учитывая, где мы находимся. Мои люди не смогли бы отличить прилежного почерка от того, что курица лапой написала. Она пожимает плечами. Урок усвоен. Всё равно тела дешёвые. Жаль, что твои таланты больше не нужны голосам. Она качает головой и продолжает с очевидным разочарованием в голосу. У тебя талант к беспощадности, знаешь ли. Но твоя полоса удач закончится здесь. Твоё тело присоединится к телам книгачеев на алтаре. Подумать только, какая мощная магия понадобилась, чтобы сохранить этот свиток. Это даже забавно, если подумать. Они смогли остановить разрушение зданий, но не смогли остановить Эдикт, как и Алый Хор. Они только принесли себя в жертву ради клочка пергамента, который всё равно утратят. Другой пишет, после Старкрафт такое ощущение, что всё двигается как будто... А тут скорость как раз поменьше была поставлена, и я крался. Интересно, потому что я нахожу твою самоуверенность забавной, только что уничтожив всю твою команду. Твоя самоуверенность ещё забавнее, вершитель судеб. Эти глупцы были просто пешками. Ты увидишь, что меня не так легко одолеть, как моих подчинённых. Долго валом хоре не покомандуешь, если не умеешь справиться с опасностью. Верность увеличивается смерть из тени. Любой человек слаб по сравнению с альфой смерти из тени. Зверолюдка гордо выпячивает грудь. Я благодарна тебе за то, что ты помог открыть проход и найти безмолвный архив. Но ты мне больше не нужен. Пора с этим покончить. Итак, задание обновлено. Использовать программент выполнено, чтобы попасть в безмолвный архив. Завершить Эдикт Огня. О, кровопускание. Алый яд, это бутылёчек. То есть у нас получается... Тут боевой клич. Два рейнджевика в результате. Прыгнуть мы не можем. О, слушайте, а может сразу комбо сделать? Закинуть танка туда? Я ни разу этого не делал, но тем не менее. Небесный клинок. Комбо способность смерти из тени подбрасывает вершителя в воздух. Он обрушивается вниз. Он? Я, то есть? Блин. Это не то комбо, которое я хотел. Я танка хотел закидывать, а меня-то зачем туда закидывать? До вершителя он обрушивается вниз, нося урон по области. Причём без какого-либо контроля. Просто я наношу урон и оказываюсь в весьма неприятной позиции. Так что, скорее всего... Ох, что-то у меня только игра не плавно двигается. Сейчас попробую я свернуть ОБС. Всё равно не плавно двигается. Как так? Что такое? Ладно, ничего. Вроде у вас всё нормально. Итак. Ну, в принципе, с комбо-то можно начать. Это Гончий, Алая Фурия, Алая Фурия и Цензор. Цензор хорошая защита. Против огня очень хорошая защита. Ну, у них, в принципе, против огня... Хотя нет, эти нулёвые вообще. Зверолюдка опасна. Только у него защита от огня. Кидай бы, что будет. Комб может слабенький. Конечно, слабенький. Откуда мне комп? Короче, надо что-то делать. Что делать, пока непонятно. Наверное, стоит... Не стоит сильно отходить бобром. Надо пускать что-нибудь вот вроде такого. Там два рейнджевика. Надо всё-таки ближе подходить. Короче, танк подходит ближе. Это раз. Ох! На кого нам нужно горение? На кого нам нужно горение? И нужно ли вообще? Я могу прожать, на самом деле, гнилострел тоже. Ярость. Бонус к силе. Баф на тюрон. Да, это первое, что нужно сделать. Раз. Ты, подруга, можешь делать всё, что угодно, на самом деле. У тебя вариантов довольно... Ну, приличное количество, так скажем. Свет могилы. Могильный свет. Урон в качестве здоровья. Можно, в общем-то, сделать комбо, пока мы тут стоим вместе. И тогда мы сможем выкачивать жизнь, нанося урон. Да, всё равно бобру делать нечего. Давайте закомбим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не нравится мне что-то. Так, и тут ещё сделаем резисты к... Что такое? Так, Ярость пошла. Там пошли уже... Пошла уже атака. Ты на этого беги. Я вот не знаю, мне пытаться ли делать... Можно сделать хромоту на этого пока. Довольно опасный. Так, пробивает на главного героя. Так, комбо есть. Девятый уровень получен. Но я, к сожалению, не могу сейчас прокачать бою. Хотя, не, могу прокачать. Нифига себе. Так, делаю из неё дальше танка. Тут я хотел... Длинные руки, возможно, чтобы дальше доставать. Мне кажется, было что-то более интересное. Скачущая смерть, так, после прыжка. Значительно увеличивает урон от критических попаданий. Скачущая смерть, даёт бонус к урону сохранить до конца боя 20% урона. Хорошая штука. В данном бою она мне не поможет. Это точно нет. Ну, короче, разоритель я беру. Но это скорее к следующему. Пойдёт. Так, 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 так. Окей. Здесь нужно поджигать. Хромота подействовала. Вопрос, кого... Этот ближний бой... Ближний бой. И давай зажигать ранжевика какого-нибудь потенциально опасного. Поэтому... Ладно, давай. Он там с ядом. Пока можно спектральное размытие сделать. Так, ты отстрелялась. Молодец. Можно попробовать зов тератуса. Тератуса вот этого товарища подкинуть. Или этого подкинуть. А что за алый удар? Так, подожди, подожди, подожди. Подойдут, да? Либо самому подойти. Ты куда идёшь? На неё, да? Ты тоже на неё. Короче, я думаю, что ей нужно подходить сюда, чтобы доставать его уешкой до всех. Там уешки хорошие. И надо. Подходим. Бобру больше всего достается. Я бы ему сейчас накинул, во-первых, защиту. Блин, ну чё ж такое? Вот. На себя защита пошла. Нет. Сэр. Я не совсем понял, почему он ничего не делает. Энергетический щит я вроде ставил ему. Ему больным. Ему очень больным. Вот, давай здоровье пока так. Так, а здесь уже надо пытаться как-то конусом, тем более я по троим, по четверым задену. Это замедление, огонь, урон. Как-то так. Что это такое? Открыть ворота. Это вот как раз та хрень, которая всех у меня демеджила. Очень опасный кровавый гончий. И помните, он там восстанавливал полностью здоровье и всех вокруг взрывал. Может, имеет смысл отойти? Это побежало подругам. Блин. По крайней мере, этой подругой можно попробовать отойти. Да, давай. Не хочу АОЕ словить. Так, щит готов. Сейчас нужно тоже делать АОЕ с контролем. Вот такое аналогичное заклинание, которое сейчас пытается сделать Атли. Здесь можно, кстати, по-двоим сделать это что у нас? Там какой-то эффект был. Не просто урон. А, упреждая их действия. Тоже может помочь. Давай так, сделаем. А, ты бежишь на лучницу как раз. Ну, замечательно. Так, только вот здесь надо было скорректировать немножко. А я уже не смогу это сделать. Видите, попаду только... Ну, дай бог-то, что под четверым попаду. Скорее всего, не попаду. А здесь надо было скорректировать тоже. А, они все за ней побежали. Ну, может быть, и хорошо, что они побежали все за ней. Главное сделать так, чтобы... И вот тот справа. Ну, короче, задели максимальное количество. Да, заморозка вроде пошла. Этого сагрили. Так, давай-ка ты тогда жжешь этого, товарищем. Ты кастуешь, ты скастовала, да? Что еще? По-прежнему угроза довольно серьезная на бобре. Привет, бобромейдж. Привет-привет. Бобру хреново. Серьезно, хреново бобру. Можно, кстати, с комбой закинуть его куда-нибудь там подальше. Стоп. А табун, комбоспособность... Основное выносливость и глушение. Вот табун можно сделать, раз уж я рядышком. Сразу после того, как... Да, давай тогда ты будешь регенить главного героя. Где заморозки, блин? Ничего не сработало? Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Блин, бобра бьют. Бьют бобра. Как же неплавный-то идет. Вот я не знаю, что у меня с этим... С... С фпсом. Может мне попробовать захват? Сейчас, подождите, я попробую... Типа игру не захватывать. Нет, у нее это не проблема. В чем же тогда делом? Непонятно. Ладно, закончу этот бой, потом уже разберемся. У вас вроде... Так более-менее плавно, по крайней мере... Сними посох с Атлией, за нее у нее дикий откат. 1, 2, 2, 5 секунды. В бою, кажется, этого не... Ну, я поменял другой, поставил посох. Во-первых, он уже не 0,25, а 0,5. Как бы все ок. Ну, посмотри, у нее 2,4, а не 4,5. Мне какая-то хрень. Почему так внеплавно? Такого ни разу не было. Загрузка у працани какая. Очень странно. Ой, не туда кликнул. Короче, она скастовала, это понятно. Здесь нужно сделать, дать какой-нибудь контроль. Высасывание жизни не подойдет, можем одного подбросить. Можем попробовать оглушить электрошоком. Но электрошоком оглушится только, скорее всего... Хотя, если он подойдет поближе... Крик охотникам. И давай лучше зов Тератуса. Вот этого товарища. Цензора, кажется, больше всего урона. Тобой что делать? Могильная хватка, можно здоровье повытягивать. Но после того, как мы скастуем уже... Как бьют-то, ёпыры с АТ? Сейчас главный герой может сдохнуть просто. Просто сдохнуть может главный герой. Бутылок нет, все на КД. Объятие фурии. Кровотечение. Открыть ворота. Грязь. Просто грязь. Это есть бутыльки с резуректом? Или нет? У него есть бутыльок с резуректом. Что, приплыли уже, да? Сейчас можно попробовать вытянуть жизни все-таки вместо этого кастом. Молиться, что... Блин, какая грязь, а? Черт. Ладно, допустим, мы подлечим, допустим, мы поднимем, допустим, мы высосим. Жизни очень мало. Надо было все-таки всеми отступать от танка. Не делать такую кучу малу. Тут только комбо. Ладно, ты стреляй пока. Так, а что ты делаешь-то? Подруга. Я не понял. Что с ней? Страх. И у этого страх. Капец. Хила не будет. Отступить я не могу здесь. На себя Стасис. Как я на себя Стасис скастую? Стасис у меня только на врагов. Так, здесь кайчу. Да, Бавер умирает. По-любому, даже если он высосет какое-то количество. 7 секунд, просто двое в ужасе бегают. Класс. Не, успел подлечиться немножко. Паралич еще сработал. О, эти перенацелились немножко. И этот... Ой, хорошо, лучница сейчас может двоих увезти. Убегай, убегай. Блин, что бобру делать, а? Надо дождаться, когда этот упырь уйдет. Ударить по нему. И возможно просто пробегать мимо наверх на будущее отступление. А пока что... Пока возможно какой-нибудь... Что у нас еще по контролю есть? Надо Стасис кидать на врага, на лучника. Не достаем. У тебя на сколько паралич? 5 секунд. Но это не тот паралич. Это он продолжает, кажется, атаковать. Хотя нет. Паралич, по идее, не только снижает защиту, но и не может действовать. Ультуат ли, если повелитель выживет? В смысле, как ультуат ли, если она в ужасе сейчас еще 5 секунд? Вот она и обезьянка ничего пока сделать не могут. Так, ты убегаешь. Да, здесь нельзя уходить. Надо пока... Пока выбрать. Может, обилку сделать на минус? Слушайте, у меня же обилка есть, которая снижает... Стоп. Вот. Отрицание боли, устранение, случайно негативный эффект. Вот, надо успеть что сделать. Хотя это тоже маловероятно. Крайне маловероятно. Ой, развернулся. Ой, опять на нашего друга пошло. Отрицание боли маловероятным. Снова сейчас будут бить бобра. Ты разворачиваешься, стреляешь по этому товарищу. Управление могильным светом сразу плюсик. Не, он не успеет скастовать новое, скорее всего. Ну, ты стреляешь, конечно. Надо одного обязательно уводить далеко-далеко, чтобы не было темы с... Чтобы я смог хотя бы отступить. Ну, сейчас на меня трое. Сколько ты еще будешь пугаться, скажи мне, подруга? Еще 4 секунды. Я успел. Есть. Снял? Не снял. А до этой достал. Не достал. Все, минус повелитель. И я, повторюсь, не могу его воскресить. Сейчас надо вот этими двумя кем-то из них просто пытаться убежать. Выводим. Все, вернулись? Не вернулись. Все, вернулись. Так, ты убегаешь. Пофиг на то, что получаешь. Ты лучника вяжи. Нет, это не вяжи лучника. Это так. И просто вали. Просто вали. В разные стороны. Потому что можем сейчас вообще закончить игру. Ну, тут, кстати, рейнджер как-то докайтило практически. Пацанов. Пробили из-за выхода из боя. Сейчас, наверное, надо на лучника перенацеливаться. Блин, а как же быть-то, а? Ладно, с одним-то я смогу, типа, справиться. Наверное. Хотя крайне маловероятно это. Так, ну тут на развороте можно стрельнуть разок? Что по бутылкам? Схавать сыр? Ты куда там? Давай кровотечение, какая разница. Ты беги, подруга. Просто беги. Ты беги. Я не справлюсь. Чёрт! То есть он меня догонит. Можно его уронить, попробовать как-то. Ну, потому что, а что я смогу? Мне нужно как-то избавиться от смерти с когтей, делать комбо, кидаясь в них трупом Повелителя Огня. Серьёзно? Так же нельзя. Повелитель Огня без сознания. Это шутка такая. Ясно. Так, можно что-нибудь сделать? Лазерный колокольчик. Искусность. Да, давай, это лазерный колокольчик. Там и парирование от рейнджовых, и этот. Ну, давай попробуем юзнуть. Сразу уходим. Хочу мимо пройти. Чтобы этого согреть, пока он валяется. Капец. Вообще, такой расклад не очень. Беги, подруга, беги. Самое главное, чтобы хотя бы один смылся. Безмолвный архив. О, возьмите свиток и измените его одним из своих артефактов, чтобы обмануть защитную магию. Конечно, сейчас вот... Вот сейчас уже всё. Обману. Возьму. Конечно, нет. Беги, родная. Просто беги. Просто беги, я прошу тебя. Ты пробуй ворваться. Ну, он бежит за мной. Блин. Ну, это ггшечка, кажется. Вот чего я в бутыльке так... У меня хотя один только резурект и был. Я оставил один, как минимум, резурект и прошлого танка. Это раз. О, у фуги, кстати, есть. Защита от заклинаний полезная штука. Фуга с этими двумя не справится. Она максимум, что может, это кайтить их. То есть, как только подойдёт милишник, она гуфнется. Хотя это тоже милишник. Но с этим она должна справиться. Пей бутылки по откату, чтобы не слить. Не жди, пока хп упадёт до крит уровня. А кем? Здесь в кд. Здесь в кд. Тот умер. Чё вы там? Кем пить там? Кем пить то? Проблема вот в этом упыре. Я надеюсь на то, что он всё-таки сможет отстать. Можно сделать электрошок, оглушение. Попробовать. Надо чем раньше, тем... Ну, короче, надо пробовать. Потому что если я его заведу ещё дальше, он за мной бегут и всё. Так, тут нужно поворачивать потихонечку уже. И уводить. Так, давай разящий какой-нибудь. 11% попадания вообще найс. Не, давай лучше ты себя отрегенишь. Тут нашу подругу он цепанули, причём двоем. И она сейчас будет получать при выходе. Бой новый уровень получает! Господи, господи, живи, прошу. Может у тебя там будет обилка какая-то новая здесь. На сейф. О, можно проворно сделать. Уклонение против ренджа. Можно взять головоломку. Это хедшотик. Это оглушение на 5,6 секунд. Урон по воздействиям периодического клёва. А можно восстановление на ходу, чтобы скорость перемещения увеличилась и штраф к восстановлению с ней, ну, убрался вообще. Что мне конкретно в этой битве может помочь? Дополнительная обилка, безусловно, может помочь. И восстановление на ходу может помочь. Гриб у Атли тоже как на воскрешение. Да, грибы надо тоже жрать. Грибы не только, кажется, есть у Атли, еще у кого-то есть грибы. Крайне мере, были. Да, только у Атли. Да, только у Атли. Гриб вот этот вот. Надеюсь, ты застанешь. Не надо тут все-таки что-то брать. Что-то надо брать. Можно еще точно стяпнуть исключительно из-за того, что у нас немножко повысится парирование. Это может... Ну, и пока без капа точно стяпаем. Да, давай так. А почему не хочешь взять пассивку на уклонение в ближнем бою вместо парирования? Потому что защиты у нее сопоставимы по парированию и уклонению. И менять шило на мыло пока что это не очень правильно. То есть надо брать либо восстановление на ходу, либо хэдшот. Ну, хэдшот он 45 секунд кд. Мне, наверное, все-таки надо перемещение. Перемещение и... Да, перемещение давай возьмем. Так вот. Пока перемещение. Увеличиваем скорость, пытаемся оторваться. Здесь лечимся, здесь пытаемся поднять. Сработает оглушение. Есть, срабатывает оглушение. Убегай теперь, убегай, родная. Все, вот на нее надежда сейчас самая основная. Обезьянка сейчас подлечится. Беги, подруга. Тут хромоту можно сделать. Хромоту лучше на самого плотного. Но нужно хотя бы немножко оторваться. О, я могу сейчас... Я могу сейчас сделать гнилострел. Ярость. Но у меня... Да, она не действует. Давай сделаем. Короче, наша рейнджерка в идеале должна разобраться с этими двумя. Я понимаю, что это сложно, учитывая то, что это два милишника. Но у нее есть и... И точность, и обилки, и скорость. Она может их покайтить. И бутылки у нее есть, поэтому... Ярость пошла. Беги, Атли. Беги, родная. Пробуй. Что по бутылкам? КД. КД. Ну, что делать? Да, давай попробуем сделать вот так вот. Нет, еще чуть-чуть отойти. У нее же скорость выше. Хотя незаметно, что она там оторвается. Пробую хроматузко вставать. Здесь главное оторваться. Главное здесь оторваться. А почему ты не сделал этот, регент? Алло. И он побежал за мной опять. Собака. Все, мы теряем сейчас танка, получается. Мы теряем сейчас танка, получается. Атли не справится одна. Разве что грипп ее как-то может спасти. Затем нельзя бежать. Надо просто пытаться как-то восстановиться. Возможно, дожить до какой-то бутылки восстановления выносливости. Хромата работает. Надо уйти и дождаться, когда откатится этот огненная стрела. Есть еще желтые бутылки, которые можно воскрешать. Нет у меня их. Желтая бутылка есть у главного героя. Вот она. Я не знаю, как работает грипп. Но если он с дилеем работает, то шанс у меня еще есть. Вообще нет их. Знаешь, что здесь делаем? Ничего не сделаем. Сейчас попробуем этого товарища поджечь снова. Ну что? Успел, да, юзнуть? Сейчас еще выносливость будет. Но какое-то время танк здесь подержится. Да, успел юзнуть. 123 выносливость. Ну давай, родная. Если ты с этим справишься, будет хорошо. Тут никак. Ну как никак. Можно, конечно, попробовать. Начать, скорее всего, с регена надо. Уклонение, управление, жизнь. Там такой урон входит. 10, 42, 14, капец. Просто. Тут, да. Тут стреляем. Горение вешаем. Тут я почти добежал. Назо мной по хвост. Убежать я не могу. Ждем, когда откадешится грипп. Скорее всего, надо сделать пока ориген. Ориген не такой серьезный. Блин, лучница. Вот этот почти мертв уже. Сейчас мы его добьем, не отступая добьем. И с этим справимся, учитывая хромоту. Может, лучницу тогда вообще завести сюда. Может, они не смогут. Да. Короче, смотрите. Сейчас надо, наверное, лучницей пару выстрелов сделать и вообще свалить. Пока этот лучник не видит эту лучницу и стреляет по танку, я могу, соответственно, уйти из поля зрения. И вот этих двух, если лучница выбьет, то да, короче, чтобы у нас было побольше шансов на... Так, отступай максимальным. Стреляй, стреляй, подруга, все верно. Тут обилка работает. Тут ты отступаешь. И делаешь хилл пока что. Она горит. Реген пошел. При смерти, а может, вдруг она догорит, а? Как там урон? 13 секунд. Догорит, но я не хочу сейчас лишний урон получать. Так, здесь надо отталкивать. Да, обездвиживать отбрасывающим взрывом после того, как хилл пройдет. Здесь на себя максимум защит всяких. И молимся, чтобы хватило... Общий сбор! Нет, скотина! Ааа, какая боль! Нет! Вот что это за обилка имбовая? Я в шоке просто. Ну, он просто восстанавливается в фулл хп, и вокруг взрыв еще идет. Ай, твою мать! Ладно, план все равно такой же. Она каким-то образом должна справиться с этими двумя. Хромота на этого все еще действует. То есть надо сейчас как-то уйти. Ты кастуешь. Да, но как уйти? Я сейчас буду получать дофига всего. Бутылка почти откатилась. Бежать вперед, значит, сагрить еще лучника. Это колоссальный риск. А бежать здесь не получится. То есть надо ждать обоих, а потом уходить. Или уходить, например, поверху. Я смогу здесь вообще прорваться? Смогу, кажется, да? Смогу вот здесь вот пройти. Кёп, РСТ. Там 40 с руки убегу. Давай так. Да, это ГГшечка. Все, теперь пробую вот так вот пройти. Не, не может он там пройти. Твою налево! Надо выходить из боя. А как еще я тут смогу и убегать просто от Хромого подальше? Здесь молиться, чтобы не хватило. Ну как тебе тут хватит? Никак тебе не хватит. Тут один в один просто с героем. Атли, как ты справишься вообще? Никак ты не справишься. Выносливость есть. Гриб надо заранее. Тем более, да, сейчас как только гриб откатится. Надо его жрать. И кастовать эту хрень на него. Бездвиживание может зайти. Тут дожидаться хромоты очередной. Возможно сделать еще... Ну вот это надо приоберечь. Выносливость уже можно жрать, кстати. Потому что топ КД пошел. Это тяжело ранен. Такой периодический урон классный, конечно. Ключевое здесь дождаться как-то этого, да? Бутылька. Чтобы протянуть хоть как-то время. Оттолкнули. Хорошо. Обездвиживание есть? Есть. Одна секунда всего. Атли, что ж ты со мной делаешь, а? Заморозка, воспламенение. Что-то у нас по точности. Хорошо. Давай. Если она выиграет одного вот этого, будет прекрасно. Любая победа на этом фронте, или там на нижнем фронте, на южном фронте, дает мне грандиозный шанс на победу. То есть понятно, что здесь все убито уже. Все. То есть вопрос только во времени, когда танк нажгуфнится. Бегаем. Это хромоет и горит. Причем она, блин, восстановила полностью ХП, и несмотря на это уже тяжело ранена из-за того, что горит. Вот этого не пропустить главное. Держись, прошу тебя. Там реально долго надо держаться. Еще секунды две. А это как минимум один удар. То есть мы все-таки вот этого товарища пробуем мочкануть. Хромота там сколько еще? Ой, хромота! Десять секунд! Прекрасно! Вот хорошо, что я от нее не отказался, а? Вот это и... Вот, получает удар. Так, ты кастуешь. Держись. Нет, минус. Доли секунды не хватило там. Чего вопрос? Куда сейчас вот эти вот пойдут? И пойдут ли куда-либо? Тут заморозку пробуем сделать. Ё-моё, как они бьют, а? Вроде стоят, вроде никуда не идут. Это очень хорошо. Это как раз по плану, по-моему. Там кровотечение, можно его еще опрокинуть после... После заморозки. Вообще высасывать жизнь не надо, конечно. Но после этого каста, да. Тут максимально уходим. Чтобы дождаться отката ключевых скиллов. Стрела... Это ж не отскакивает она, да? Часть урона восстанавливает. Ну, это АОЕшка, она мне не очень подойдет. Или вот эта вот АОЕшка могильный. Но она меньше здоровья вытягивает. Вот эта вот отскакивает. Волшебный снаряд. Не, наверное, лучше дробящий, потому что... Ну, там 100% вероятность срабатывания. А у меня ярость не работает, что ли? Эти стоят. Очень хорошо. То есть нужно разобраться либо здесь, либо внизу. Так, у тебя еще долго, да? Ладно, стреляй. Миша, держись. За нами Москва отступать некуда. Абсолютно точно. Отступать реально некуда. Об землю ударяем. 15-4. Того не вижу! Если кто-то еще... Нет, он бежит. Он бежит, только хромает. Так, дальше что? Дальше вытягивай жизни призрачной стрелой. С вероятностью отличная. Скоро бутылек откатится. Скоро бутылек откатится. По 3 урона это... 23 критулечка. Молодец, молодец! Так, не нужно этот делать хромоту. Лучше этому обновить хромоту. Там как раз... Этому мы так можем добить. Правда, он еще не... Он не горит еще. Давай его со своим. Как там по бутылкам? Готово, да? Может, рыбку сначала, а? Какая рыбка? Тридцать семь. Отлично! Вот это урон, а? Умница. Так, паралич, могильная хватка. У нее вот как раз... В первую очередь надо ее родные сплы использовать. Учитывая то, что управление могильным светом... У нее девяносто один. Самый высокий навык магии. И, соответственно, вероятность промаха крайне мала. Поэтому параличи, ошеломления и прочее должны заходить на ура. Я болею за эту подругу. Что у тебя по хромоте-то, скажи мне? Нет хромоты там. Может, сначала обновим хромоту? И ты получишь тогда... На! Ну, нужно хромоту сделать. Держись, родная. Что такое? Перебили, да? Ой, как я не хочу бежать назад. Вы бы знали. Давайте я лучше этого попробую сначала добить. Потому что я сейчас сразу наполучаю... Что по бутылькам? У тебя же откатилось, да? Откатилось. Ярость, может? Нет, вот сейчас как раз тебе, может быть, и бутылёк пригодится. Для того, чтобы выходить из... Да, хорошо, ты стреляешь. Так, поджигаем. При смерти догореть должен. Паралич сработал. Ой, какая грязь! Ребята, такая... Я в шоке. Магический урон плюс... Так, а может, сейчас не стоит? Давать какой-то контроль. Что у него по пролечу? 5 секунд. Да, не стоит. Давай-ка лучше... Что-нибудь с уроном. Ну, это оглушение. Но урон всё равно хороший. Давай, электрошок. Прикольно. Она один в один с героем справляется. Так, ты сейчас... Давай, стреляй по этому... Для кайта. Это догорит, догорит нам. Или лучше добить? Не, лучше добей, добей, добей. Не будем, не будем пока. Зачем хромоту пока, если... Держись. Умерла, умерла! Ой, сейчас хромота. Раз. Бах. Так, у него паралич закончился. Давай-ка ещё ошеломление теперь. Два. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Удар. Сразу выпиваем. Не воспринимаешься к отравлению. Это пассивочку взял. Не расслабляйся, Мишган. Не расслабляйся. Тут КД скором. Кастуем. Где? Есть? Есть. Хорошо. Теперь уходи от него. Недалеко. Кайте просто. Да, ты получишь, но зато он хромой. Ну. О, уже отбрасывающий взрыв. Снова работает. Бутылек, пока я её взять не буду. Вон, смотрите как. Она и бегает плюс 25%. И хромота на того. Она отрывается буквально в считанные секунды. Великолепно. Фуга, молодец. Смотрите, что творит. И отстреливаю его потихонечку. Так, здесь отбрасываем. Не подействовало плохо. Высосываем жизнь, наносим рон. Опять же, могильные. Я не хочу сильно отбегать. То есть, мне нужно держать чуть-чуть. У него уже... У него ранение просто, да? 40 уронов сейчас пить надо. Опять отступаем. Отступаем. Парирование, молодец. Снова подбрасываем. Хорошо, что уже пошёл цикл, на самом деле, по заклинаниям. То есть, мы можем... Мы и здесь, и там должны справиться. Главное, опять же, не расслабляться. Можно сейчас ярость прожрать. Чуть-чуть назад. Чуть-чуть. Давай. Давай, прожимай. Ярость. Чуть-чуть. Молодец. Этого повалили. Умница! Догребая там ещё долго-долго-долго. Здесь воспламенение с неплохой вероятностью заморозки и плюс урон. Надо, наверное, уже пробегать назад. Я не хочу его... Я понимаю, что сейчас мне придётся получить выход из боя, но... Так, ты кастуешь. Молодец. Скоро стрела откатится. Я вот стрелой хочу его... Давай, поджигаем. Не вижу, сработал эффект или нет. Снова могильная хватка, паралич. Тут горение пошло. Кайтим его. Хорошо, умница. Просто красавцы. Старая ярость не прошла. И треть времени. А, сорянба. Так, у него, кажется, закончилась хромота. Да. Надо следующим... Хромоту... Да, сделай сразу же. 22. Надо отступать. Я знаю, что получу. Но у меня есть бутылёк ещё. Выходим с боем. 48 урона получу. Призрачная стрела пошла. Высасываем жизни. О, это как? 35, 52, 8, 30. Колесо боли. Это какой-то у него... Спелл. Воу. Я мог сейчас гуфнуться. Там осталось буквально-буквально всего ничего. Грязь. Так, фуга. Фуга, держись. Пропиваешь. Стреляешь. Я что, внимательно, у тебя ярость весела. Да я понял, понял, Феликс. Ну... Чит, 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 чит! Да. И промахивается она. Может, Регенчик пока, а? Давай, Регенчик. Хромота не сработала. Бить или бежать? Бить или бежать? Пока горит, а сколько будет гореть? Долго будет гореть. Я думаю, надо бежать. Так же. Опять же, для того, чтобы КД скиллов обновлялись. Обновлялись. КД бутыльков обновлялись. Она горит. Его остановилось. Ай, завязали. Электрошок. Он горит хорошо. Уже при смерти человек. Ай. Оттолкнуть. Оттолкнуть хорошей вероятностью. Нет, хреновая вероятность. Я такая же, в общем-то. Ладно, кастуешь, что кастуешь. Мне этот догорел, гад. И у меня ничего не откатилось. Может, его на пофиг добить. Там два выстрела буквально в него, и все. Я фуловый. Я не хочу просто рисковать подходить сюда. Ладно, еще чуть-чуть. Теперь атакуем. Давай. Крит, да? И еще разок. Последний разок. Оглушение срабатывает. Такая грязь, такая грязь. Это просто атакует. Это хорошо. То есть без этих диких обилок. Откинули. Поднимаем воздух. Он почти мертв. При смерти уже. Давай. Давай. Пятнашечка. Давай, давай. Шампуром я не буду бить, потому что там точность меньше. Выносливость. Бутылка откатилась раз. Блин. Ладно, не рискую. Выпей еще бутылок. Давай. Поджигай, поджигай, поджигай его. Уронили. Хорошо. Кастуем. Давай. Есть. Убил. Убил. Фуга уходит. Раз. Могильная хватка. Паралич снова. Так, фуга пока стоит. Пусть регенится. А я думал, гуф. Все. Раскальцем. Там двух. Тут сюда. Героем один в один. Туда. Сейчас еще этого добьем. Там паралич сработал. Прекрасно. Прекрасно. Давай. Работай, работай. Фуга, ты просто стой. А что, всех разделил? Тут такое начало было. Главный герой падает. Танк падает. Остается где-то пять человек. А меня... Нет. Да, пять человек. А у меня двое живых. Я их там раскатил на чудесах. Прикрывая там... Вкачивая попутно скиллы на лапах. Ой, это было круто. Но еще как бы есть. Еще не все. Надо героя добить. А потом как-то с теми справиться. Ну, уже попроще, конечно. Единственное, что я не знаю, как тех двух убивать. И стоит ли их вообще убивать. Тихо-тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. там обычно атака хорошо давай ну есть убили героя лечимся так теперь задача справиться с оставшимися двумя причем как только я начну стрелять потому что самому лучнику например да танк сорвется в принципе я вдвоем 2 в 2 то смогу выиграть главное одновременно зайти тем более там ранен 1 2 немножко подбит подождем отката скиллов правда ярость не хочется от оставлять короче лучница может каять и все это самое главное то есть она в принципе может спокойно подходить мне задача сначала ранджевика убить скорее всего грибочек скоро за стартуя атли у него вл ап скоро когда начнет минусовать рейс нет хп да да я хочу синхронно это все-таки сделать ну атли медленно бежит это уже здесь она чуть-чуть подожду а с чего начать начать лучше с броска какого-нибудь вот такого вот то чтобы контроль получить поехали так что ты делаешь потрошитель хорошо скинули у один в один хорошо лучник лучнику давай так же как вряд ли он сильнее чем герой правильно я думаю вряд ли так что просто работаем а в лучнице я особо не сомневаюсь на самом деле так да давай все равно сделаем хромату или нет или хромату лучше на того что реально пробежать не 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 нет хромату на этого и можно будет его кайтить спокойнее а почему просто атака то у тебя лев лучше не делаем хромата подействовала хорошо работой дальше просто у меня точность конской оглушению срабатывает то есть я смогу нормально от него отступить без удара тут пропиваем выносливость могильная хватка все-таки до чтобы восстановить немножко есть новый уровень так что я хотел я вымаксил ей силу заклинания это правильно наверное следом будет перезарядка спахать и перезарядка тоже хороша наверное урона да и апать нет какой урон способности ей нужно либо точность что вряд ли либо перезарядка способности заклинания все-таки давай так раз дальше ох открылась нам следующий уровень навыков так управление могильным светом можно лунную дорожку взять сразу же потому что сейчас три заклинания лунного света плюс еще урон будет 20 процентов на 10 процентов больше еще десяточка можно опнуть знания и доступные ячейки заклинанию о наверное все таки два до 2 заклинания возьму и знаний тоже не хватает могу ли я конструировать во время боя такой вопрос я бы поконструировал а у нее по по огню как какие навыки успела покачать нет нет у нее молнии холод огня она вообще не знает я даже не знаю что и брать час в качестве сплав да и все равно нельзя бою ладно значит ты снова отталкиваешь этого упыря ты перестреливаешься там паралич срабатывает это горит дурочка отталкиваем высасываем жизнью уклонение там качаются что он делает подвис что ли кажись подвис не боевой кличет просто был я уж думал что все почти мертва лучница скоро придем поможем ну какой урон 50 просто с руки вообще можно было потихонечку подтягиваться лучницы у нее же нет штрафа на перезарядку она может спокойно хитом дранить в общем вообще без проблем так давай-ка стрелкой зажглась или это хромота что что-то скастовал то а не зажглась в общем едва задевая а что там у а бросок 12 понятным я же думал закрою вопрос горением тут но не закрою все хила здесь нет надо поднимать этого упыря в воздух дальше дальше наверно даже реген сделать стреляя подруга стреляя должна вырубать не вырубает так я подойду поближе чтобы помочь я немножко тут хорошо хромота пошла и с разворачиваемся нет хроматы ай-яй-яй-яй а если сейчас бы он убил я остался бы 12 73 просто урона вот так с руки бах и как бы все планы у тебя тут же никуда-куда ты уж беги нет твари добро что у тебя страх капец все фуга только на тебя расчет только на тебя надежды хотя нету ты остался у а давай стреляй в нее первая первая стреляй прошу она уже не жилец вообще забей есть убили 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 оооо такая грязь беги там подруга камнем камнем добивает фуга держись фуга держись грязь беги 거기 до сих пор не сидели вот как ты объяснил и никак ешь ничего не я важно скроем дерев вzar Танка я меняю точно, потому что у этой инициации ключевое из инвиза. А если тебя застают по скрипту врасплох, то у нее как бы... Все. Так, сразу отдыхаем. Это было круто. Это было очень круто. Осколок обсидиана. Взять осколок отлично. 49 атлетики. Ой, тут лута много. Что это такое? Око летописца. Мудрость. Знание защиты воли. Только лантри может использовать. Ах ты гад, а. Десяточка к знаниям. Посох! Выдающиеся качества. Посох часов. Отличное восстановление 0,5. Замедление песков. Какая-то способность. А, это прокач... Это первое... Ёппер СТ. То есть, это первый посох, как в пиларсах, который, видимо, с уровнем будет получать дополнительные способности. Учитывая то, что у меня два ключевых персонажа с посохами. Это просто прекрасно. Посох часов. Дуручное оружие. Качество выдающиеся. Восстановление 0,5. Управление молниями. Волшебный посох. Отражение задеваний плюс... Искажение, короче. Отражение задеваний и отражение попаданий 50%. Вы понимаете? А потом откроется какая-то обилка. Замедление песков значительно замедляет врагов выбранной области. Сила этого... Сила этого воздействия возрастает с известностью посоха часов. Этот сияющий посох носит знак книгачеев. До того, как эдикт огня разрушил древнюю библиотечную крепость, им владел иерарх Веленивый Цитадели. За века посох сменил бесчисленное множество хозяев. Традиция гласит, что каждый новый владелец вкладывает в него дух своих магических склонностей. Руны покрывают посох сверху донизу, и каждый из них отличается от другой. Некоторыми написаны имена мертвых архонтов, некоторыми непостижимые поэтические строфы. Однако все они призваны открыть какую-либо тайную возможность. Нынешний аспект посоха остался у предыдущего владельца, иерарха Джесперса, каковой был умелым мастером иллюзий и обмана. Посох служил разным целям на протяжении всей своей длинной карьеры. Его часто использовали для того, чтобы сохранить старые документы или починить секции Цитадели. Темные пяты на древке напоминают о временах, когда его окунали в чаны с чернилами в обреченных на неудачу попытках повторить магию, заложенную в основу бездонного резервуара чернил, известного как Вечная Чернильница. Короче, топовый предмет. Уберу нашему бобру. Ваша мощь увеличилась. Посох часов теперь в вашем владении. А, мощь! Открытое достижение легенда! Живучесть пока танковым, но от танка избавляемся. Космекалочке. Нет, давай лучше вот так вот, сын. Раз, два. Sorry. Sorry, can't. Ох, ну давай, попробуем. Открытое способность за репутацию, замедление песков. Я выкидываю... А, хотя нет, я меняю тут посох еще. К управлению истощением. Ну, это ее родной ставчик. Круто. Имбо-посох для мага. Окей. Но какое было сражение? А, адское просто. Надо не забыть. Ну, хотя обратный путь будет, я лутану. Вот это да! Вот это да! Опа! Указание первого книгачея. Книгачей Торвин. Армия Кайрос... Кайрос, он какое-то время отброшен назад, но эта победа временная. Не сомневаюсь, что мы еще довольно долго сможем удерживать эти стены. Но вы должны помнить, что владыка хочет не поубивать хранителей цитадели, а уничтожить ее тайны. Кайрос не всемогуща. Кайрос это она. Ее силы можно познать и понять со временем. И она небезосновательно боится знаний, которые мы здесь накопили. Безмолвный архив нужно защитить. В ярусах нет равной ему библиотеки. Остальное не важно. Совершенно. Пусть мы не знаем планов владыки. Но если у нас будет достаточно времени на исследование, мы сможем противодействовать любым ее замыслам. Мне нужно, чтобы ты дал нам это время, когда ты понадобится. Сосредоточь свое усиление на теоретических исследованиях магии времени, которым бла-бла-бла. Соберите старейшин. Остановки потока времени в одном зале будет недостаточным. Если вы не имеете права на неудачу. Если исполнится воля Кайрос, от этой библиотеки останутся лишь смутные воспоминания. Если мы оба выживем, я с радостью поздравлю вас с прорывом. А пока за работу. Первый книгачей. Еще одни заметки книгачей. Но, с вашего позволения, я их читать пока не буду. Так, давайте я сначала лутану. Реально, может, меня перенести по скрипту куда-то. Никно, привет. Там, скорее всего, у героя что-то останется его входом. Хотя не только. Вот здесь. Опа. Кожаный доспех. Фигня, да? Хотя нет, это качество превосходное. Такой доспех может пригодиться. Но вопрос только кому. Ну, я бы взял все-таки бобру. Плевать на КД. Пусть там будет 0,5. Но хотя бы я не буду так часто умирать. А, я посох не надел. Да, вот он, посох. Пыщ, пыщ. И новая способность, говорит, открыта, да? Вот, способность артефактов. Один раз между отдыхом скорость действия минус 70% на 15 секунд. И передвижение. Радиус 2,5 метра, правда. Ну, да ладно. Я буду делать это. Небольшой такой АОЕ у него. А, эликсер на смекалку перманент. Вера Цензора. Перчатки неплохие. Плюс 10 огненная броня. Ничего себе. Ну, это, конечно, танку было бы пика багровых копий. Дурочное оружие. Ну, танк не наденет текущий. Поэтому я, наверное, возьму бобром. И восстановление немного апнули. И все такое. Эликсер на смекалку, которой он навсегда. Плюс 1, да, к смекалке. А смекалка нам нужна... Это же смекалка, да? Да, тут, наверное, нужно апать смекалку одному из магов. Ну, ключевому бобру. Потому что это плюс 1 за 2 очка навыка. То есть там уже был кап. И чтобы повысить еще смекалку. И увеличить, соответственно, в силу заклинаний. Ха-ха! Плюс 50% в силу заклинаний. Класс. Да, вокруг озера пробежали, вон там. Изучить свиток. Ореол магической энергии окружает этот свиток, зависший в воздухе над центральной платформой. Вы видите символы на пергаменте, но кажется, что их очертания меняются с одного языка на другой. Я слышал о рукописях подобного вида. Но все они были наделены необычной магической энергией. Должно быть, это безмолвный архив. Движение символов на поверхности свитка замедляется при вашем приближении. Вероятно, в ответ на ваше присутствие. Изучить магическую ауру. Волны энергии сходят от свитка, поднимаясь к потолку и постепенно распространяясь по всему просторному залу. Похоже, безмолвный архив активно участвует в каком-то заклинании длительного действия. Скорее всего, в том, что удерживает здание горящей библиотеки. О, не стоит его брать. Проанализировать действует. Он сдерживает действие дикта. Если нам удастся его взять и прервать эту защиту, то мы тут же окажемся с головой в лаве. Поэтому очень аккуратно нужно. Ни в коем случае не брать его. Проанализировать. Ой, знание 49. Похоже, что заклинание, которое вызывает своеобразную заморозку времени, оно упоминалось в письме книгачей Арвелл. Судя по телам вокруг безмолвного архива, магам удалось остановить разрушение, вызванное диктом Кайроса. Но сами они при этом погибли. Знание 4. Исследовать точку фокусировки заклинания. Оп. Эксперименты книгачей Лилотес с точки фокусировки явно дали свои плоды. Заклинание, защищающее горящую библиотеку, действует в огромном масштабе. А его хаотические энергии стабилизирует сам безмолвный архив. Вам знаком механизм, лежащий в основе заклинания. Вероятно, в качестве фокусирующей точки заклинания можно использовать любой артефакт достаточной силы. При необходимости вы можете заменить безмолвный архив на другой могущественный предмет, не нарушив воздействующую на течение времени магию. Хорошо. Заменить другим артефактом. Может прочитать свиток. Написанные на поверхности паргаменты невозможно прочитать. Символы все время меняются и извиваются. Вы распознаете очертания старовердантского, перекрывающие каллиграфию Северной Империи, которая превращается в слова, используемые качевыми пленами древней лазури, а затем снова фразы общего языка ярусов. Заменить другим артефактом. Предположим, худшее. Чтобы ты не поместил на это возвышение, скорее всего этому предмету придется занять место безмолвного архива и остаться там навеки вечной. Так что не торопись, сделай правильный выбор. А у меня нет артефакта. Ну, скорее всего, артефакт есть где-то вокруг. Вот, например, проход направо, он уже есть. Правильно, вот туда и пойдем. Фух, круто. Круто, круто, круто. Вот и потерял им посох. Да нет, нет. Тут явно... Это либо меня наружу отправит. Сейчас посмотрим, может, что в дневнике еще будет записано. Появится какая-то запись. Тебе снять его надо. Нет, короче, это шорткат. Это выход на улицу. Нет, снимать слишком рискованно. После я не хочу отдавать. Теперь вы, когда нашли безмолвный архив, возьмите магический свиток, чтобы закончить. Блин. Снаряженное оружие нельзя применить. Да я не хочу его оставлять здесь навеки вечные. Вы что? Посох оставлять, с ума сошли. Там такой посох. А, слушайте, а может быть нужно любое качество соответствующего, типа превосходного качества? Например, вот... Перчат. Я покупал, кажется. Покупал, кажется, что-то превосходного качества. Ну вот, например. Кожаный доспех Алого Хора. Вдруг доспех пойдет. Добери и все, сохранись. Сохранись, да, на максималке. Смейлки. Заменить. Нет у меня его. Любой артефакт. Ну как любой артефакт? Какого рода артефакт? Не хочет он армор мой брать. О, здравствуйте. Продолжение следует. Попробуй бижутерию. Да, скорее всего, надо попробовать управление эмоциями, какие-нибудь языки. Тем более он был здесь. Ну, найден. Нет. Да, пасух, который ты нашел. Я могу его потерять тут же. Только те предметы, которые имеют способности типа. Я понял. Способности. Способности. Способности, способности. Стоп, у меня были же вроде пушки, например, со способностью. Это просто плюс парирование. Забей, пока потом попадутся ни о чем артефактами. Да, я хочу квест за это самое. Так, допустим, допустим, допустим. Хороший шлемак. Нет, у меня нет, кажется, девайсов со способностью. Кроме посоха. Есть там всякие пассивочки, есть... Но именно активных тем у меня нет. Хватай свиток и беги. Нет, отлично. Может, реально взять и побежать? Я знаю, куда бежать. Ну, я могу тут все разрушить. Ладно, давайте я вернусь лучше с другим артефактом. Не буду рисковать. Если бы... Короче, не стоит на таком уровне сложности рисковать. Что мешает просто забрать свиток уйти? Потому что свиток поддерживает защитное заклинание. Точнее, заклинание замедления времени. Если его снять, то все зальется лавой. Поэтому не хочу рисковать. Побежали. Тут шорткат все равно есть. Я смогу реально очень быстро вернуться. Не могу сделать это. Не могу сделать это. Не могу сделать это. Итак, что у нас по квестам? Тревожное видение ок. Ну, в смысле, путь к власти ок. То, что вы сделали в зале вознесения, это было. Исследовать шпиль. Найти путь к шпилю на распутье Литияны. Вы получили доступ к гавани. Шпиль региона примыкает к старым стенам. Поселение. С тревожным видением. Распутье Литияны. Смотрим. На самом деле, я бы вернулся домой. Скинул бы хлам. Закупил бы... Закупил бы. Поехали в шпиль. Стоп. Давай попробуем для начала. Если, конечно, у меня есть деньги. Построим что-нибудь в... Фиг тебе. Даже... Очень нужны деньги. В этой регионе достаточно артефактов, чтобы сунуть каждому доступному герою в 2... Сейчас я, во-первых, танк поменяю. Верну. Потому что эта подруга мне не очень понравилась. Ну, тем, что нет таунта. Тем, что мне меньше здоровья. Тем, что если скриптовая какая-то хрень, то она не может инициировать нормально. Поэтому к Барику! Заткнись, Барик. Мы уходим. Не-не-не. Давай-давай. Присоединяйся. Держишь. Отлично. Только перед тем, как его взять, надо все ценное с этой подруги снять. А у него ничего ценного нет, кроме выносливости и пары девайсов. Тем лучшим. Барик. А у него левел ап. Еее, у него еще левел ап. Так, максимум здоровья. Что я еще хотел ему взять? Что я еще хотел ему взять? Чисто танковые вещи. Мне интересуют просаживающиеся защиты. А именно защита от заклинаний. Пока не буду здесь ничего качать. Что доступно? Да, героическую оборону взял. Сразу здоровье останавливается при снижении ниже третьим. Узы чести это что-то вроде эмпатии с бафом. Причем эмпатия постоянно действует. 50% урона он с целью делит. 9, да? А мы все, получается, берем. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 7, 8, 9. То есть, выбираем между рыбком. Это еще один таунт. Третий таунт. Хорошая дистанция. Небольшая перезарядка. Очень даже неплохо. И узами чести. Не, узы чести лучше. Они по КД просто будут идти и добавлять еще... Короче, они помогут спасать любого из напарников. Узы чести. Класс. С Бариком у нас много страха. Ловушка, шипы и прочее. Нужно сейчас ему, во-первых... О, господи. Что у тебя тут такое? К парированию. Я даже не знаю. Парирование в мили. Ну, оставим тебе парирование, окей. Ну, сразу с бутыльками вообще никаких проблем нет. Не может никто вязать, кроме... Ладно, пойдем продаваться. Что есть на продажу? Внимательно заходим, смотрим, что мне точно не пригодится. Обычные доспехи. Это вообще все. Это все. Опал. Да, вручный меч продам. Кинжальчик бронзовый. Готово. Так, и я хотел купить что? Во-первых, привалы у него. Ну, кажется, бесплатно привалы даются. И... Зелье восстановления, зелье исцеления. Мало, конечно, их. А, дайдин гриб. Кстати, да, грибы... Гриб нужен в единственном экземпляре, так скажем. Надо сейчас раскидать резуректом. У меня резуректа нет. Грибы делим. Гриб бобром. Этой подруге надо тоже надавать. Так, Барик и живучесть. Это и выносливость. Вообще, выносливости нет. Так, давай тебе такую тогда. Так. Так. О, вот есть выносливость еще. Отлично. А у него были бутылки восстановления? О! Привалы на халяву. Фу-ту-ту-ту-ту. Такие желтенькие большие. Меня интересуют. Желтенькие большие. Кажись, нет. Я не буду держать резурект у бобра. Лучше резурект пусть будет у танка. Потому что... Потому что бобер может умереть внезапно, а танк так просто не умрет. Поэтому... Вот. Еще не попродавал всякие перчатки, которые были непосредственно в инвентаре. Не. Не. Отлично. Еще сорокет. Так. Может еще кого прикупить? Шпиль. Торговца кузнеца. Да-да-да. Как раз сейчас деньги появились. И можно это сделать. Значит, тренер безоружной атаки уклонения парирования хитроумия. Одноручное парирование атлетики. Вообще нужно уклонение, если мы не говорим о каких-то знаниях. Но знания тут не качнуть, к сожалению. Уникальные предметы. Уникальные предметы. Уникальные предметы. Раз. Два. Трис. неплохо фух так надо все таки вкачать что-то ему да что-то надо вкачать что непонятным и защиту сильно не ап нам здоровье в копе можно ему точно взять отражение брони отражение брони на единичку а точность от него особо не нужно нет ему нужно как-то вообще скорее всего все защиты вот воли выносливости и прочее эти вот защита на качать стройки вставайте сделаем он больше всего уязвим к магии как показала как показали потасовки с алым хором так шпиль заката нам сюда нужно идти поехали всем добрый вечер сегодня с лай дороги к распуте литяны блокирует группа наемников солдат бронзового братства ребята у них лагерек тут может френдли может поторгуем опа тихо не вижу не солдат возможно просто возможно просто моих да тут лагерь мы их раньше заметили чем они нас я надеюсь да они френдли пока астер воля может они нас обучить чем-нибудь да это френдли ребята привет уэлби перед вами стоит высокая женщина наблюдая наблюдающие за местностью с небольшой возвышенности она бросает на вас быстрый взгляд и тут же продолжает наблюдение приветствую на железной тропе вершитель судеб тунана она дает вам воинское приветствие меня зовут уэлби первый топор бронзового братства хотя не уверена что это звание есть еще хоть что-то значит она собирается с мыслями затем открывает рот чтобы продолжить на вместо этого выдыхает трясет головой забудь не могу нагружать тебя своими проблемами ну как иначе давай делись я ценю что ты пришел ко мне с разговором с райт том моном но будь осторожен последнее время он не в духе и любое проявление неуважения может плохо отразиться на том кто его оскорбил подбирай слова аккуратнее при общении с ним чем я могу помочь как наш разговор может оскорбить райт о моду ты предпочел говорить с первым топором и не с первым братом предпочел телохранителя командиру что это может быть как не сговор и предательство я знаю что заговорила вне очереди но лишь хотел тебя предупредить смотри в оба с этим ротомоном райт о модом артамон скажи мне о бронзовом братстве она посмеивается мы наемники просто-напросто и не собираюсь сделать вид что мы нечто большее до последнее время мы стали более оседлыми чем обычные наемники но это не отменяет того факта что наши услуги можно купить за хорошую цену нам обоим хорошо известно что кольца голосов были единственной причиной нашей преданности кайроса кайроса когда владыка обратил а тут к кайросе говорят как о нем свой взор на распутье даже если благодарность за помощь нас вышвырнули из дома мгновенно она пристально смотрит на вас не подумай я не держу на тебя зла за это решение должно быть принято и всегда есть тот кто его кто расплачивается но надеюсь ты понимаешь что не всем это по душе рай там он попробует вешать лапшу о наших давних и благородных традициях словно мы какие-то не погреш не погрешимые святые альтруисты но эта история также старая и дурно пахнет как хвост бабули зверолюда не пойми меня превратно я не возьмусь за работы который мне кажется неправильной но кольца есть кольца куда они туда и я в одном мы с рэйтом он им согласны мы выполнили работу для кайроса сами обошлись нечестно братство сильно и у нас есть люди мы будем сражаться до последнего воина я лишь не согласна с методами рэйтом он а зачем вы требуете пошлину от спутников рэйтом он бы сказал что это честь положено и нам по правую часть меня согласна с его словами но под давлением я бы сказал что его гордостью извили он срывается иногда как иногда он такой ребенок канал краткой смотрит на стражу просто будьте с ним поосторожнее последнее время кажется он не вполне себя контролирует мне страшно смотреть на то в кого он превращается барик разве ты не давала клятва своему командиру наемница я знал что вашу верность получает тот кто больше платит но не думал что это касается и измены планы рэйтом он могут обречь на гибель все наши войска я надеюсь этому помешать я верна они слепо преданную им преданные ему кто собирается приказать мне прыгнуть со скалы тому кто собирается приказать понятно она кивает свое позволение вершитель судеб и будь осторожен да этом от ли еще заклинание не прокачал в бою помните не мог этого сделать это три выражения могильный свет не пойдет можно попробовать и огонь потихонечку качать но не осознаниями такие проблемы жуть просто комбинированный фаербол делаю слабенько два заклинания не лишние а по перчаточки тяжелые кожаные перчатки но барик мне не надеть а вот сигил энергетического цикла это что-то новенькое хотя перчатки то неплохие но не бобру а кому-нибудь о пожалуйста может у тебя еще здесь меткость отражение да давай лучницы поставим у вас один в один один в этом свитке содержится магический штрих слегка сокращающий перезарядку заклинаний у меня есть уже с такой что это за давай попробуем а второй нифига си слегка а тут как раз нарисованы четверть смотрите такой сектор с сплошной линии как раз четверть круга то есть в конце концов можно будет ну не вдоль спустить конечно кб да они далеко не в ноль 90 до нелинейный получается он видимо 25 процентов от предыдущего значения ясно но это дорого по знаниям сначала осмотрюсь посчитаю количество врагов потому что меня а вот это мон они кого-то там замочили вижу трупов давайте с астером поговорим астер перед тремя закованными влад и мужчинами стоит невысокий человек он беспокойно размахивает руками и кричит на мужчину который стоит прямо перед ним ни за что я ходил по железной тропе столько раз что и не сосчитать и никто раньше не требовал платы за проход поэтому и сейчас я платить не собираюсь он замечает что вы стоите рядом и поворачиваться к вам вершитель судеб уверен что вы как никто другой сможете мне помочь а как он узнает что я вершитель судеб меня зовут астер я должен попасть в распутье литианы и нужно доставить товары скажите этому мужчине что я не буду платить за проход ни ему никому другому и что он должен меня пропустить он скрещивает руки на груди и решительно кивает подчеркивая окончательность своего решения воля паш ты ли это растолстел приветствую вершитель судеб прошу прощения что впутал тебя в это перед тобой всего лишь конфликт связанный с происходящими строения переменами меня зовут воля я член бронзового братства железная тропа теперь под нашей защитой и любой кто по ней проходит должен соблюдать наши правила если этот господин хочет пройти по нашей земле ему нужно сделать небольшое пожертвование он вытягивает руку эти средства помогают в нашей борьбе идут на то чтобы обеспечить безопасность железной тропы для всех путешественников ведь вы оба понимаете как это важно астер начинает говорить подчеркивая каждое слово бурной жестикуляции и кто именно обеспечивает безопасность ты кто стоит с оружием на изготовку готов обратить его против меня он опускает руки и снова поворачивается к вам я всего лишь скромный и странствующий торговец у меня нет лишних денег я точно ни для кого не угроза нужно обеспечить безопасность ага конечно он показывает на волю это вы тут единственная опасность вершитель судеб пожалуйста образуйте этого мужчину ну что надо разбираться этом это разрулим сейчас так заплатить астеру 50 колец за проход вот плата за благополучный проход этот мужчина не будет сегодня платить от за и своих стражей так 50 вообще копьем благосклонность увеличивается о распутили тяны ну на самом деле в их действиях есть определенные определенная логика он-то не представляет угрозу но налоги что нужно собирать для того чтобы защищать его в том числе и людей в распутии спасибо вершитель судеб вы совершили очень доброе дело астер отвешивает изысканный поклон он снова поворачивается солдату а ты грубиян отойди и дай мне пройти воля с преувеличенной учтивостью отходит в сторону всенепременно он поднимает огромный молот и останавливает астера прижав оружие к его груди хотя торговец не забудь захватить с собой колец на пути обратно сомневаюсь твой друг будет рядом чтобы заплатить за твой проход он улыбается отводит молот и жестом показывает астеру проходить дальше ладно это бандиты же слушайте но бандиты не бандиты но трое слева трое спереди и еще два человека наверху а я как бы стою весь такой красивый буду рисковать ради 50 медиков файтом зачем воля возвращается на пост не глядя на вас от его добродушного настроения не остается и следа значит вершитель судеб в нашем тихом краю кто бы мог подумать он делает плевок и втаптывает его в грязь сапогом я признателен за помощь всем купцом но боюсь не могу тебя пропустить пока ты не поговоришь с райт амоном нашим командиром по правде сказать я думал он рехнулся когда говорил что ты придешь в распустилить и аны похоже я проспорил пару колец айронмен айронмен и максимальный уровень сложности и я тут раньше не был я не знаю что здесь что дальше он трясет сумкой на шеи заставляя кольца методично позвякивать но у нас тут этого добра хватает что здесь скромный слуга братства может сделать для себя вершитель судеб только не проси пропустить тебя этому не бывать фуга верность один кто-то по ошибке дал этому мелкому человеку слишком много власти он сейчас узнает что бывает с теми кто стоит на моем пути я считаю что можешь заставить его отойти вперед у о спасибо я сам разберусь их ударить волю что если не хочешь платить пошлин то я могу указать тебе откуда ты пришел вдруг ты не знаешь куда идти потому что пропустить я тебя не могу я поговорю с ратамон он смеется буду считать минуты до твоего возвращения и подходит ратамон господи у меня тут это он да да райтамон пока вы говорите с волей к вам приближается внушительный человек с копной белокурых волос он уйдет в сторону группы обыскивающие тела убитых солдат к югу мужчины пристально смотрит на вас его угловатое лицо морщится в отвращении а вот и вершитель судеб он не скрывает недовольство в голосе я все гадал когда ж ты появишься гнев бронзового братства увеличивается одного посещать что у нас там было в самом начале решение по завоеванию изначально защитниками распутье было бронзовое братство теперь контроль перешел силам кайра с наемники остались неуделы слишком долго не хватало а им слишком долго не хватало организованность для того чтобы поддерживать мир вы поручила ли алому хору разобраться с ситуацией что ж я натворил усмирив местных страхом и превосходящей силой братство наемников рассматривает это как покушение свои законные права до одного посещения распутье было тебе недостаточно управитель он даже не скрывает презрение в твоем голосе ты решил вернуться чтобы тебя никто сюда хоть тебя никто сюда не звал мало было тебе решать меня дома хочешь еще как-то вмешаться в мою жизнь он смотрит на своих подопечных которые остановились чтобы послушать разговор вы еще не закончили он машет им рукой и они возвращаются к поискам на самом деле мне все равно зачем ты здесь у меня есть дела поважнее если ты у меня за если ты меня забыл уже меня зовут райтамон я первый брат глава бронзового братства окей но я уверен что ты уже это знаешь я не мог не заметить тебя здесь как ты говорил с волей странствующим торговцам едва появился и уже суешь свой нос не свои дела не так ли я не люблю когда вторгаются на мою территорию вершить их убивать их придется скорее всего я сказал ему что он должен поговорить с тобой это он он хотел пройти ну я его не разрешил если ты не дашь мне знак вершитель не зайдёт в распутье она если ты не дашь мне знак вершитель не зайдёт в распутье литьяны никто не может торгнуться на твою территорию вот ты под têm поджав губы этом он молча смотрит на воле несколько секунд а потом продолжает будто ничего не тот ничего не говорил кстати что сказала уэлби он смотрит на север где стоит и уэлби и пристально наблюдать за вами она уже наговорила тебя всякой лжи обо мне скоро мы с ней немного побеседуем нельзя допустить чтобы мой первый топор отменял мои приказы на каждом шагу я знаю она хочет занять мое место следи где ступаешь пока ты гость на моей земле если ты пришел создавать проблемы то знаем и хорошо вооружены готовы до конца защищать то что наши по праву он обводит рукой окружающий пейзаж у нас уэлби бывают разногласия но в этом мы солидарны если ты нарушишь порядок мы оба поставим тебя на место его глаза сужаются когда он наклоняется к вам тебе здесь не рады а теперь говори что хотела уходим так тебе не помешало бы следить за языком когда обращаешься к вершителю судеб мне не рада на твоей земле это больше на твоя земля зачем ты берешь плату спутников расскажи о бронзовом братстве атаковать ладно давайте отыгрывать чем нам бояться каких-то гопарей тебе не помешало бы следить за языком когда обращаешься к вершителю судеб поехали он глухо рассмеялся мне плевать на людей кайроса я уже получил награду за свою верность больше такой ошибки не сделал ты забрал мой дом на верну его обратно я не буду поджимать хвост когда ты повышаешь на меня голос пёсик пёсик пёс надо было сказать конечно давай провоцировать дальше мне не рад на твоей земле это больше не твоя земля такое высокомерие предвестник крутого падения вершителю судеб может сейчас я не контролирую распутили тяны но мы оба знаем как легко вещи меняют владельца это мой дом и твоя эфемерная власть над ним ничего не изменит мне нужно попасть если я пропущу тебя ты должен пообещать вести себя прилично у меня полно головной боли с остальными не хочу с тобой приглядывать так что будь осторожен может я не контролирую свой город но мне везде есть глаза будешь воду мутить я узнаю поворачивается к воле пропусти вершителя не предпринимай ничего что может задержать этот отряд или ответишь передо мной нормально еще поговорим теперь отображается на карте мира этом он разрешил тебе пройти вершитель судеб так проходи так и пройду я только осмотрюсь что у вас тут творится может тут какой затерялся я скромно это чувствую пёсик все-таки нет вроде ничего так два оленя а здесь может быть что нет нет так а стоп а где где распуть город бастард вот шпиль закатывать сюда вот продолжаем а убить его говорит танк в конце боевого порядка ой и а мне пришлось с ними драться ну можно было и подраться просто я все равно буду ходить туда-сюда возможно когда ты придется но зачем раньше времени это испытывать судьбу правильным в вода реально так у меня впереди планеты смысле сзади так кто у нас ты в самом конце вы двое где-то вот так да об странный боевой порядок нифига себе мы здесь надолго это замечательно во первых я смогу навыки прокачать надеюсь что здесь будут специалисты во вторых торговцы я их прям чувствую квесты так что давайте внимательно оу-оу-оу член орды стой где стоишь вершитель судеб тебя здесь не рады в распутье летианы его мою после того как ты напал на алый хор в колодце вендриенов мы тебя и близко не подпустим к этому селению пока оно наше почему то вообще при передал его нам если собирался вернуться и напасть на нас уходи сейчас а то я покажу тебе как алый хор поступает с сопляками которые любят повыделываться капец пришел ну они мне не нужно весь город вырезать мне нужно вырезать алый хор но я должен присмотреться во первых к их уровню характеристикам вроде ничего сверхъестественного нет а на карте теперь отображаются видите три группы врагов раз два три причем шесть человек пять человек и шесть человек да и выбора особо нет я должен с ними сражаться единственное что выбрать бы мне папа свиток сидел в растания удачно зашел в этом свитке содержится магический штрих добавляющих заклинанию силы истощение воздействие обездвиживания а истощение то мне о гу-го это же истощение это же истощение да ну нет нет это не истощение видимо мощи рвение жизни иллюзии огня не несколько пугает их численное превосходство а также тот факт что мне не удастся отступить случае чего привет и бой и бой поэтому надо внимательно подготовиться пожалуй верну старый щит получше мне выглядит тупо больше защит от ранжовых поменьше получается но зато выносливость выше и парирование выше да стойка есть стойка есть у за чести не забываем за честь хороши бутылькам проверяем ситуацию выносливость есть 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 отсюда возьму пару бутылок выносливости передам главному герою потому что у него ведь два бутылька всего лишь так будет хоть четыре риск в том что я не смогу отступить если что не смогу я отступить их там шесть человек старого к спасибо тебе грейвен аж протест нужно идти сюда я же не могу просто взять и да на суд тунона мне точно не нужно пока эти хотя почему нет я библиотеку еще не закрыл нужно сначала тот квест выполнить с ульты начинаем от стульта как раз это ну хотя с какой вопрос ладно с богом пацаны алый хор боятся танк вперед опа новое задание резня на переходе что убейте всех солдат и что это вот об этом то есть убейте всех солдат и их командиров распутье хорошо я думал что почему сразу квест такой не появился сейчас подождите надо собраться с мыслями я не достану какими фэрболами у этой подруги только если бобром огненный шар тем более раньше такое что нужно вот так вот закинуть нет 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 господи но их там шесть человек плюс еще зверолюд есть это капец проверь какая точность по ним до нормальной вроде точность тут кап почти тут тоже высоко всем даже ну танк там так нет характеристик это них неплохие так стрёмно так стрёмно знаешь что ты отступить нормально не сможешь очень стрёмно начинать бой черт до 85 вроде попадая кто там еще да я не пройду к сюда то есть а скорее всего мимо них хотя им можно сюда но я смотрю мне тогда не будет маневров типа если полетит фэрбол я там останусь или если там будет какой-то какая-то уешка от зверолюда тоже будет очень плохо то есть минут все таки нужно кастой баффи до боя да баффи надо до боя кастовать конечно давай раз сколько тех баффов то до вас главное не вызывать подозрению пацанов о можно кстати сделать вот такой вот бафф а нет свет свет я не смогу юзать ложное бездно можно про про есть что-нибудь пропить думаю рановато все равно давай вот так наверное сделаем еще но раз подкрасться тут не удастся учитывая учитываем хотят а чего не подходим ребят на самом деле я тихо назад тихо шесть человек ну хорошо так я по крайней мере уже начинаю чем-то доставать до них чем-то и надо прям вот браться основательно причем танком выходить в первую очередь подниматься чтобы на него а грелись да да давай это раз сейчас его замечают и он идет вперед сразу же пошло поехала тут можно кстати вот так наверное уже сделать орел активировал премиум на ваш канал поехали 1 шаровая молния 2 так на танк побежал вперед это жесть пошла что там у нас страх страх о это плохо это очень плохо там два страха рвущий удар хотя эти все на танк согрелись это хорошо чем ты стоишь ничего не делаешь будем как-то что-то не будем на давай сначала попробуем этого товарища да этих мне еще не заметили это очень хорошо все бегут на танка просто прекрасно я бы защиту от заклинания еще взял давай так вот сделаем хорошо вот кстати грамотно что танк все в хайде кровотечение пошло ладно сейчас пойдут два заклинания ауешных вот прям вот на танка пойдут на нашего перекрывая прикрываем уааа пыщ с одной стороны с второй стороны и так а теперь ауешечки или как 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 комбо может быть не давай что-нибудь контролюще для начала до вот так вот раз потом бобром вот так вот два да 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 заморозки вот вся вот это вот лабуда сейчас пойдет а танку надо уже наверное наверное танку надо делать а зачем мы паре зачем таунт если все равно все на него бегут я бы увеличил себе в здоровье на три процента нет забей живущей силы тоже нет можно узы но лучше потом можно заранее исцеляющее сделать эту тему так ты у нас должна стрелять по скажем магу зажигать ой как они там брвутся то на части смотрите шаровая молния проходит великолепно тридцать четыре двадцать два сорок два двадцать 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 девятнадцать девятнадцать жуть просто жуть сейчас еще два заклинания ауешные по четвером по четырем готовятся ты занята ты занят ты что можешь делать ну пока ты готовишься стрелять о вот пошел товарищ один на лучницу за билдеры как насчет тактики отступления ты их агришь отбегаешь как можешь если убивают кого-нибудь отходишь ну ты делаешь только я только зашел на карту и тут некуда отступать то есть все тут уже конец а тут по крайней мере инициация была хорошим там еще шаровая на этих налетает сейчас уже не очень хорошо все но танк успевает в их лицетах это замечательно сейчас вот как раз надо делать таунт на троих вероятность не очень высокая что сработает но тем не менее это повысит защиту у наших товарищей и возможно кого-то все-таки привлечет два заклинания только попадает ну там уже один при смерти нормально все нормально можно взять и и поконтролить что-нибудь сюда или может и закомбим раз уж и бобер тоже да давай свет могилы сделаем там одного уже разорвало практически фуги конечно хреново я пожалуй заранее начну лечиться ей надеюсь на таунт но и фуги плохо да ну это понятно есть комбоспособность готова теперь будет восстанавливаться хп и сейчас вот в эту группу на трех людей нужно что-то контролище типа электрошок электрошок попадет только по одному а если мы возьмем бобра могильные можно в фаербол с заморозкой огненный шар вот он пойдет по троим это хорошие уроны контроль и по своим не действует и вероятность великолепная и можно тогда полирнуть еще это тоже ауешкой вот так вот по троим скажем да скажем да вероятность отличная фуга выпьет сделает реген сможет выпить бутылек правда там сейчас таунт может сработать может отменить пока таунт а да давай лучше сделаем вот эту вот обилку типа эмпатию на на фугу один взорвался i'm your shield говорит барик великолепно фуга подлечилась она может на самом деле стрелять или кстати может быть может быть мне почему фаербол ты не полетела я так и не понял какого лешего и это тоже ничего не делает вот да я не понял моменты давай в это выставляем все теперь больше здоровьем накину тогда еще вот так вот взрыв заморозком и можно делать комбо но я думаю с фугой комбо она как раз под полетит наверх ну здесь еще одна комбо конечно есть такая в загашнике но могильная хватка скорее этот почти умер почти умер давай вот в этого а вы с бобром скажем стреляете по вот как раз по нему и стреляется или поэтому по любому из давай взмываем воздух надо только немножко продержаться уже можно таунтить кстати бариком я пропью лучше выносливо здесь таунт работает на одного мага всего лишь поглейк плохо и комбо комбо пошла парализ срабатывающий с чего испуг на четверых о-о-о-о-о-о-о у-о-о-о-о-о-о так барик пей «О-о-о-о-о-т» А, на тебе тоже, да? Да, на всех Долгом 5,6 секунд На всех 5,6 секунд 5,6 Не уследил я вот за этим товарищем Он вокруг себя делает Блин А нет, успевает, успевает комбо сделать Смотрите, взмывает воздух И начинает стрелять Раз Два, три, минус нул одного Умер второй Вообще Тут, правда, слайд-шоу у меня Не знаю, почему-то сегодня слайд-шоу такой Но минус нули два их Остается один упырь Тут мы его спокойненько Электрошоком успокаиваем Дальше что-нибудь тоже контролющее Типа в воздух Поднимаем Можно пострелять Бах, там еще барик старается Что-то делает, молодец Так, это же комбо у нас За один раз за бой Да, давай затаунтим этого упыря Снимем ему защиту И... Хотя зачем он... Давай лучше этого затаунтим Опять испуг идет Ой, нельзя расслабляться Ну, смотрите, фуга опять Бьют Там сработал, защиту сняли Вот этого главное убить Успеешь подлечить? Надеюсь, да Нет, не надо так Можно было еще замедление Короче, обилку Замедление песков Надо было с нее начинать Вообще замедление песков В следующий раз сделаю Ну вот, с обилки посоха Нет, давай получше С большей Хотя такая же вероятность Никак не могут добить Господи, добейте его уже, а Есть Зажигаем Все равно Наполучал ран Там практически ничего уже не осталось Это раз Горение Поверху мы стреляем И еще вот так Высасывание жизни Второй Второй Аналогичное Заклинание Ну, барику Кстати Как вы видите Плоховато Тоже Но у меня есть Привалы Так что Все Все будет Ток Дарный разряд Хорошо Подлечили Лучи добра Да-да-да Есть Есть Я не сказал бы, что было просто Но комбо способности Остались Так что Отдыхаем Готовимся к следующей Бойне А где А где лут Столько народу И лута нет Это как Следующая группа Врагов Врагов Вот здесь Находится Так Привал Вижу Металлический Шест Так Кто там У нас Голая фурия Гончий А, я с ними Не могу взаимодействовать Пока Не освобожит А тут Кстати Можно Выманить По крайней мере Вот этого Можно Выманить Потому что Пятый Находится Да Я Наверное Сделаю Вот так По тактике По тактике Так Вот раз И побежала 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 Родная Давай Ее даже Не заметили А, не Заметили Вроде Тут есть Типа Закуток Но Мне кажется Что я там Не помещусь Просто Пробую Как-то Отлучников Да Они Тупят Они Тупят И это Прекрасно Встаю Бариком Чтобы А вот Теперь Поехали Сразу Туда Фаербол Прям Сразу Туда Фаербол Этим Тоже Сразу Сюда Подходим Это Танк Побежал Ой Тут Пятеро Все Пятеро В результате Не так уж Хорошо Все Получилось Хорошо Что лучники Двое Стоят Впереди Тут Проявляемся Чтобы Быстрее Добежать Бобру Надо Скорректировать Фаербол Скажем Вот так Там Все Стреляют По Короче Надо Таутить Сразу Понимаю Что Я не Задену Звера Этого Вообще Его Нужно Тогда Тогда Хромотой Месить Вот По этой Подруге Стреляют Всем Нет Провокация На двоих Хорошо Провокация Сработала Сейчас Летит У нас Фаербол Раз Далее Можно И нужно Делать Какую-то Еще Ауешку Ну я знаю Какую Только Нужно Чуть-чуть Еще Поближе Подойти Вот сюда Скажем Пошел Фаербол Раз Пошел По конусу Заморозка Плюс Взрыв Два Барик Готов Барик Стреляет Точнее Бьет Да что Что ж ты фаербол Ты не кастуешь Мишган Ты уже Подбежал А уже Кастует Уже Получается Не потому Да Скастовал Непонятно В кого Попал Так Делаем Ты делаешь Вот так Вот Кровотечение 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 Так Вот куда Это Бежит Она Пытается Она Пыталась На Этого Упыря Хромоту Сделать Ой-ой-ой-ой Так Барик С кем Узы Кого Бьют Его Дальнюю Да Давай тогда Узем С ней Желательно Выпить Бутылочку Заранее Тут Мы работаем По четырем По пятерым А уешки Очень хорошо Раз Опять Взрыв Заморозка Высасывание Жизни Можно Сейчас На парус Отличен Замутить Потому что Кажется Уже А нет Осталось Еще Вспышка Пламени Есть Облетающие Пламя Еще Есть Вот Оно Что Лучше Наверное Вот так Все Таким Раз Какие Там Взрывы Конские Посмотрите Просто На цифры Которые Улетают По 6 Урона Самого Разнопланового Там По 10 По 20 По 30 Так Бобер Отстрелялся Он Тоже Наверное Сделать Вот Так Вот Запускаем Там Следующие Фаерболы Шаровые Молнии И прочим Я бы Барика Подлечил Лучнице Так Барик Держись Можно Затаунтить Этого Упыря Хотя Не Не Нужно Эти Двое Трое Скоро Умрут От Двух Заклинаний Должны Умирать Понеслась Правда Бобру Че-то Хреново Резко Стало Опять же Бутылка Живые И этот Живой И этот Живой И этот Живой Хп Там Кот Наплакал Но Блин Живут Пока Возможно Еще Не до Не дошло Второе Заклинание Ну че Может Подпрыгиваем Уже Всеми И Подлечимся И все равно Будет Привал Да Давай Объятие Тератусом Поехали Поехали Комбо Бомбо Воздух Пыщ И сейчас Они Дотекают Двое Трое Точно Дотекают Минус Один Капец Какой Ад Просто Твориться Два С лечением Еще Один Падает Там Один Правда Хильнулся Вот этот Еще Он Должен Умереть Он Там Взрывается Как-то А Открыть Ворота Там Лучник Падает Остается Всего Двое И Последний Кажется Пятый Раз Уже Да Зверолюд Падает Имба Скажете Вы Да Скажу Я Просто Чертова Имба Ничего Не Сделать Изи Так Что По Луту Опять Из них Ничего Не Выпадает Да Так Ну Вижу Что Здесь Мешки Много Всего Такого Опачки Здравствуйте Превосходное Качество Тяжелый Кожаный Доспех Хотя В основлении 0.5 Всего Лишь Это Хорошо Стоп Хоть и Тяжелый Это тоже Превосходное Качество Скорее Всего Тяжелый Доспех Надо Давать Вот Эти Подруги Хотя Там Тоже Превосходное Качество А у Тебя Что Вот Чуть больше Брони Чуть больше Отражения Так себе На самом деле Так себе Да я видел Вверху нычку Она вроде В По воде Нужно Заходить И Хорош Капсить Капсить Консул Так А это у нас Ледяной взрыв Кстати Морозные оковы Можно просто Взять И Вместо свитка Поставить А нет Это при критическом Попадании Урон Что При критическом Попадании Ледяной Урон Стоп Ледяные оковы Приспособления Для кратковременного Сдерживания Пленников Холодный воздух Опасная магия Спецсознание Принадзирателей Лучнику Оно пойдет То есть Радиус Это вокруг себя Или Вокруг цели При попадании По цели Если так То конечно Лучницы Даем Потому что У нее много Критов Сумасшедшая Меткость И Действовать только На криты с оружием Я понимаю Но у меня Просто Лучница Она как бы С точностью 127 Извините Меня То есть Она критует Очень часто И Если оно Работает То это будет Очень круто Так Остался Последний Отряд Многочисленный Самый Надо Обязательно Использовать Привал Ну потому что Мы комбо Одну Вьюзнули Опускаем Мост Там Шесть Человек И Какой-то Квестовый Судя по всему Крадемся Справа Здесь Они Стоп Так Вообще На мосту Очень хочется Их Принять Естественно Но Но Они будут Простреливать Все То есть Да Они Не будут Проходить О Певчик Крови Певчик Крови Вот Ерусобор Это герой И у него Как раз Характеристики Хорошие Плюс Тут Две Два Зверолюда Короче Мне нельзя Сражаться В чистом Поле Надо их Кайтить На мост Желательно Даже В начало Моста Чтобы Вставать Здесь А вокруг Пацанов Расставлять Чтобы У них Не было Проблемы С рейнджом И не было Проблем С ао Е По ним Точнее Поэтому Готовимся Внимательнейшим Образом По Бутылкам Все Ли Хорошо Выносливость Есть Выносливости Очень Мало У этой Подруги Я Поделился Хотя Бы Так Надо Еще Вот Вот Эту Штуку Взять Да Замедло Из Посоха Буду Юзать Поехали Ребят Главное Что Здесь Танка Мы его Не А Чего Ж Ты Ой Можно Вообще По Одному Выманивать Оп Ну Не Совсем По Одному Сколько В результате Раз Три Четыре Пять Шесть Семь Семь Человек Побежал Побежал Барик Это Будет Мощно Практически Двукратное Превосходство Плюс Вражеский Герой Барик Отступает Барик Встает Встает У моста Все Остальные Находятся Рядышком Готовы К засаде Стоп Значит Барик На себя Спектральное Размытие Раз Тут Сразу же Поджигаем Двас Пока просто Стреляем Пока просто Стреляем Хотя Ошеломление Можно сделать Ой Шаровая же Хорошо подойдет Нужно На одну Нужно Обоих Магов На линию Поставить Вот сюда Вот поближе И тогда Они смогут Вдоль моста Такие Штуки Делать Работаем Аккуратненько Правда Их только Трое Но будет Хорошо Если только Трое Будет На самом Деле Я не Против Такого Нет Не там Не там Вот Так вот Я хотел Работаем Раз Три Не Не Три Человека Еще Двое Идут Барик Хилл На себя Бобру Нужно Еще Поближе Подойти Вот Сюда Вот Скажем Не Совсем Конечно Вот Так Вот Да Да Что Что Ты Делаешь Что Вась И Опять На Линию Вот Сюда Вот Скорее Да Вот Так Вот Пошло Поехало Так Ты Подруга Что Делаешь На Этого Хромоту Пошли 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 Косты Вдоль Вдоль Моста Классно 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 Можно Сделать После Хил Лечения Еще Плюс К защитам Продолжаем Продолжаем Ауешить Так Что у тебя Дальше Дальше Вот так Вот По Троим Влетает Очень Хорошо По Всем Шаровая Молния Пошла Или Огонь Огонь Кажется Давай Молнию Шаровую Туда Ж Ох Какая Грязь Танка Поверни Врагам Щитом Вроде Пофиг Нет Еще Полетела С высасыванием Жизни Еще есть Похожие штуки Есть Кажется Есть Или нет Нет Беда Нет Увы Жалко Ладно Давай так На троих Так Барик Поворачивается Ладно Нет Пофиг Кажись Что не поворачивается Что не поворачивается Бутылек Делает Таун Делает Полетела Шаровая Очень Плохо Барику Шаровая Какой там урон Господи И главное По всем Эффективно Работает только Три человека Из пяти Вот эти вот Милишные Они там Ничего не делают Хотя нет Может кидают Там Камнями Один Но Закайчено Очень Грамотно Вскоре Девятый Левел Еще у Бобра Фаербольщиком Фаербольщиком Давай 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 Бобер Поехали А нет ли у тебя По огню Аналогичной темы Чтоб она летела И надо Выучить будет Ладно Давай Воспоменение И тогда Так Ты отстреливай Дальних Заморозка Первый умирает Новый уровень Бобра На Блин Классно Тут Двадцать Двадцать Надо будет Думать Что брать Что думать Ты можешь Сразу брать Я не думаю Что нужно Точно стяпать Потому что Благодаря Благодаря Навыку Двадцать Процентов По стихиям Точнее По школам Мы Довольно Неплохо Попадаем По врагам В этом нет Проблемы Я бы даже Наверное На здоровье Качнул Надо подумать Не буду Покапать Барик Таунтед Увеличивает Там уже Почти все Дохлые Смотрите При смерти При смерти При смерти Красавцы Просто Красавцы Горжусь Опять же Ауешечка Нужна Из доступных Но у нее Как раз С ауешками Проблемы Давай Могильную Хватку Ох Сразу Минус Два Одним Выстрелом Фуга Работает Барик Побежал Ой Молодцы Ой Молодцы Как все Таки Мы их Классно С вами Приняли Получилось Мне понравилось Как получилось Призрачная Стрела Давайте По этим Всем Нет Не достаешь Не достаешь Ну это Из-за Ну не важно Что не достает Ну что там Фаербол Во-первых Летит Сначала Еще Минус Один А теперь Можешь Достать Электрошок С оглушением Давай-ка Ты стеляй Поэтому Упырем Барик Может Себя Улечить Может Вот так Сделать Тот Заморожен Горит Оглушен При смерти У него Масса Проблем Есть Вообще А представляете Если б я В чистом Поле Как дурачок Пошел бы С ними Сражаться Чтобы было Плюс Два Человека Заклинания Значительно Менее Эффективные А Пятый Скилл Прочитай Рикошет Точно Я же забыл Про этот Пятый Скилл Вот это Вот По четырем Целям Рикошет Четыре Штуки Да Это Косяк Ну что Да Все Прокачаем Сейчас Левел Главное Понять Что Бобру То есть У него Максимум Урон Заклинаний Максимум Перезарядка Заклинаний Способностей Можно Типа Точность Да Наверное Точность Буду Потому Что Она Сильно На Четверочку Апоется Но Это С Волшебного Посоха На Четверочку Апоется С Точность Вообще Не Работает Я Зря Прокачал На Два Ранга Она Не Работает На Заклинании Она Только На Посох Работает Увы Продолжительность воздействия хорошо заходит И защитой и длительность всяких заморозок и прочего Нужно Я не знаю можно ли здесь перекачиваться Но я точно должен перекачаться Попытаться Так Левел ап У главного героя Во первых можем взять что-то в лидерстве Там есть второе дыхание Один раз за бой Здоровье треть В радиусе 5 метров Неплохая билка Или например 20% Что еще После атаки из режима скрытность Повышается на короткое время 30 Короче баф 20% урона Если проатаковать из скрытности Но скорее всего пойду в магию То есть возьму во первых защиту Отражение заклинаний Теперь Не просто после щита О кстати я щит не кастовал Щит из быстрого набора ушел И я его не кастую Дурак Да А потом будем увеличивать урон По стихиям Там ледяной Огненный Молниями Черт Что же я со щитом так зафейлил Забыл совсем Вот убираешь из быстрого набора Его и все Для магии Точность Это школа магии Плюс знания Поэтому адли С него мега средний Дающий 30 халяв Но лучший маг в игре Ясно Короче подходим Сейчас смотрим кто остался По моим подсчетам Два человека всего должно было остаться Раз и два Лучник и герой Начать конечно лучше с лучником Его сразу можно принять Отступаем Барик Выходит из сумрака Горит Бедолагая Вот любопытно мне Второй идет или не идет Зажег бариком Ладно давай Ну ребята давайте Выходим из сумрака Выходим Да герой не ведется Все руками машут Все горят Все довольны Давай Подлечи его Оглушение Давай огненный шар Давай высосывание жизни Можно было кстати его Стаунтить И убрать защитную Хорошая штука Давай Блин не могу Добиваем добиваем ребят Просто руки добиваем И все Оружин Как это Готово Убили И остался герой Ну что с героем взять Это изейшее Это просто изейшее Сразу убираем у него защиты Таунтим Сразу делаем хромоту на него Опрокидываем его тут же Таунт не прошел Но вот защиту мы с него сняли Этим кстати тоже барик хороший Повышаем защиты Зажигаем его Еще контроля какого-нибудь Да Хотя не уверен что Давай так Ладно Так а чего ты Отталкивай его О таунт сработал Хорошо Но другое дело Сейчас будет значительно проще Делаю защиту И просто концентрируемся на нем А можем сразу сделать вот так вот Смерть с небес Давай Раз Там шаровая молния пошла Фуга взмывает воздух Делает выстрел Раз Два Три Ранения у него Но он плотный конечно Он плотный Зажигает Парализация где Паралич Вот Бобра Стрелялся Заморозка Паралич Все чатенько Правда Мои тоже горят Это просто груша для битья Ну Уже да Ну как бы Их там было семеро Если б я Полез в чисто поле Все могло быть по другому Защитить гарнизон Задание выполнено Атлетика Хитроумия Там надавали Уклонение Знания Молодцы ребята Молодцы я вами горжусь Лут есть Лут есть После смерти Последнего из вражеских солдат Распутий Летяны Снова начинает жить Своей обычной жизнью Уху А вот сейчас торговцы Всякие навыки Квесты Ааа Класс Почти десятый танк Опа Сапожки Броня Рубящие огненные Восстановление Танку опять же Но танк не может ничего брать Записка от голосов не рата Простой сообщение написано Большими буквами Вероятно для того Чтобы его мог понять получатель Отправь женщину Которая делает доспехи ко мне Под текстом вы видите Примитивное изображение Человечка В которой вероятно Должно обозначать голос не рата Перед Кузнецом И скованным горным Руки скованной горным Связаны За ней стоят солдаты хора С оружием на готове Отлично Все понятно Приказ Иллюстрация Хорошо Смотрим на карту Вход в дома Внизу еще что-то Давайте я сначала Карту Осмотрю на предмет Вот ящичков и прочего Тут какой-то лагерь Заброшенный Словно и рукоять О, вот Вот это деньги Почему я только Не скидывал сразу это в стэш Не совсем понятно Сколько шпиль захватил? Да только один Сейчас вот я как раз иду К второму шпилю Вот Только сейчас Ну что, начнем говорить Потихонечку О Схрон Очень много денег здесь Ну для меня по крайней мере Беатус и Свансон Привал ХПшечка Грибочек Класс Ну что, заходите или не заходите? Нет, давай сначала Вне Свансон Свансон старательно укладывает в ящик куски металла Заметив вас, он отряхивает руки А-а-а, вершитель судеб Это большая честь видеть тебя здесь Торговец, кованый горным, стоит к вам спиной, но заслышав Ваш разговор, оборачивается А-а-а, да это ж вершитель судеб, Тунана Добро пожаловать в распутье Литианы Он делает Знак Свансон Закончил с первого работа, потом можешь разговаривать с вершителем Свансон радостно кивает и вновь принимается паковать обломки железа Гнев увеличивается Я же ничего не сказал Свансон отворачивается, торговец бросает на вас обеспокоенный взгляд Я последний, кто станет оспаривать твои решения Ну да, это как раз бэкграунд наш И спасибо за помощь, конечно Но вы оба смотрите, как Свансон с детским любопытством Исследует кучку крысиного дерьма на полу рядом с ящиком Не по себе мне, когда взрослый человек вдруг превращается в дитя малое Не представляю, каково это разом забыть, кто ты и есть Что с ним произошло? Торговец, покажи, что продаешь О-о-о, железный дротик, смотрите Выдающийся, типа легендарный Молотые, дворочные топоры Ой, это что такое? К парированию, десяточка У меня есть такой один Секил огня Не знаю, мы такое Вулканическое оружие В этом свитке содержится магический штрих, позволяющий заклинанию материальной силы Испускать огненные стрелы, поражающие противников на линии удара Беру Его и сунь? Да нет, он же без этих навыков Короче, для начала я из сундука выкину те вещи, которые тупо приносят деньги Для того, чтобы появилось что-то на руках Продам все-таки пару Сравнительно ненужных вещей Чтобы квест делать Там же нужен предмет другого типа Со свойством А не выдающийся Выдающийся-то у меня уже был Я подставлял выдающийся Кажется Хотя нет Я превосходный подставлять пробовал Мне бы лук какой-нибудь хороший Да, есть у меня уже один такой с парированием Не нужно мне ничего у него К сожалению Что я могу для тебя сделать? Спрашивается Вансен Ты скованный горным? Нет, вроде бы не думаю Хотя у меня вроде как душа лежит к этому ремеслу Ты когда-нибудь хотел им стать? Сомневаюсь, что это возможно Он какое-то время смотрит в пустоту Точно селиться что-то припомнить И не может Я не шибко хорошо понимаю, в чем суть Но мне сказали, пару лет назад я потерял память Какой-то несчастный случай Теперь мне не достает чего-то Что для этого нужно Там нужно вроде фиолетового лего всунуть Ясно Тогда возьмем Так чем ты занимаешься? Много чем Таскаю железо Иногда послания разношу Мне сказали, я и раньше этим занимался Мне нравится, что я не сижу без дела Ты не знаешь, как лишился памяти? Нет, об этом не спрашивал Думаю, это уже не важно Уйти Так, давайте позаходим Внутрь Ох, это по сути Первый такой Более-менее крупное поселение За долгое время Поэтому мне хочется все смотреть Опачки, схрончик Федро Идея Когда вы подходите Вас радостно приветствует Приятного вида женщин Добро пожаловать в распуте Литияны, странник Меня зовут Федро А это моя прекрасная жена Дея Она показывает настоящую рядом блондинку С каменным лицом Которая поднимает руку В быстром приветствии Что тебя привело в город? Что ты можешь рассказать о распуте Литияны Как тебе живется под руководством малого хора Я стараюсь избегать их по возможности Лицо ее становится мрачным Когда вы про них вспоминаете Они очень жестокие Готовы вспыхнуть по любому поводу Мне будет намного радостнее Если во главе будет кто-то другой Что ты можешь мне рассказать? Я прожила здесь почти всю жизнь Но честно говоря не знаю что такого можно сказать Она задумывается Мы центр торговли Место остановки для путешественников Стены кажутся немного страшными на вид Но со временем к ним привыкаешь Она смотрит на Дею А ты что скажешь дорогая? Дея пожимает плечами Со все тем же непроницаемым выражением Что сказать? Городок неплохой Но сложно по-настоящему расслабиться Когда живешь под башмаками оккупантов Она пускает руку на плечо Деи И там вздыхает Извини что не смогли Больше тебе помочь Ага Разве не все время уже ли здесь? За несколько лет до вторжения Кайроса Я уехал из распутия Литианы Быть внучкой Литианы оказалось такой ответственностью К которой я не была готова Я встретила Дею в городе Бастарде И решила остаться там на какое-то время Мы жили в городе Когда услышали о том Что силы Кайроса наступают на Ярус И решили что это хороший повод переехать Она смеется И похоже мы выбрались оттуда очень вовремя Мы немного путешествовали с парой караванов Но не встретили ни одного места Которое захотелось бы сделать своим домом Пока я не вернулась в распутье Литианы Никогда не понимаешь Насколько можно скучать по какому-то месту Пока не уедешь надолго Она обвивает ее руками и сильно сжимает Но я могла бы жить где угодно Лишь бы она со мной была В последнее время торговля здесь действительно идет не очень хорошо Но я уверен, что это просто временный спад Давай поторгуем Ты внучка? Подозреваю, что одна из немногих Но единственное, которое кто-то знает И прежде чем ты спросишь, нет Эль Диан, мне не отец Может ты не слышал, но моя бабушка была не из тех Кто со временем остепеняется Спасибо Так а может мы все-таки поторгуем, раз вы тут торгуете? Ты вернулся? Нет Не поторговать? Просто поговорили, что странно Да Окей Наверное, я уже спрашиваю, что на твое смотрели Лучше Пилос Или Тирани Мне кажется, Тирани более проработанные Хотя Ну, она и дольше делалась В общем-то Да, пожалуй Все-таки Тир не поинтереснее И с точки зрения движка И Локации вроде как Более детально Обрисованные Продуманные Схема по магии По магии очень интересная Схема взаимоотношений Великолепные Так, это все продаем Легкие кожаные спаги Ну, скорее всего Да, там, тем более Тут очень много лута в домах И это прекрасно Но она короче, чем Пиларс Особенно с учетом двух эдонов Так что, если Сравнивать по продолжительности То Прикольно, что здесь можно лутать Даже невзирая на Ооо Опа, длинный лук Лучше, чем у меня Превосходного качества ДПС пробивания брони Наконец-то Легкий кожаный жилет Вот это хорошо Вот это я прям рад Жилет такой же А вот лучок Покруче будет Тихо, тихо, тихо Она просто в стойку встала Кто ты такая? Поселенец 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 Я в каждый дом здесь зайду Тут хоть и обычные поселенцы Но как бы зашел И лучок Так она меньше в 10 раз Ну, мне еще сложно оценить Какая она Потому что уже идет Седьмая часть трансляции И да, я там переигрывал То есть, по сути, сейчас Где-то четвертая часть Вот этого трая идет Четвертая трансляция Этого трая Но Там еще два адона Советую посетить меч и ножны Они всегда стараются Доставить клиенту удовольствие Опа Меч и ножны Так, полутали Поднимаемся еще На один этаж Ночи здесь тихие В распутье Можно найти много разных товаров О! Прекрасно! Этот водопад Это восточный водопад Хотя оба водопада Спадают со стен По отдельности Кое-кто из местных Полагает, что они берут начало Из одного источника Выше стен Сматриваем Ничего там не пропустил Вроде бы нет Провизии наберу На несколько бит вперед Заходим Поговори с Бариком Предпоследнюю строчку Чтобы появилась комбо с Фугой Бариком Чтобы они вместе потренировались А ты про это Вспомнишь в конце игры Поговори с Бариком Верность Барику и Фуге Что ты думаешь О положении Что ты думаешь Что ты думаешь Лан, Три, Фуги Фуга и его сестра Так мельком прочитал Поговорил с Бариком Так Особенно хорошо Дело в вашем родстве Что-то не удается Видимо верности не хватает Так а я Все вообще Здесь Потренировались в паре Ни за что Хитроуми 51 У меня достаточно репутации Я бы мог бы приказать У меня достаточно репутации Понятно Так Место Келлион и Калия Здравствуйте Приветствую вершителей Здравствуйте Прости мне не интересно Чем ты торгуешься Хочешь с кем-то поговорить Обращайся к моему брату Так Как поговорить-то Не получается Может из-за репутации Со мной не хотят Торговать Так На втором ярусе Здесь я не был Хитроуми открываем Просто свиток И шкура А вот кажется Что-то более О Куда это я Попал Передай все огню Да нет Хорошее поселение Мирное Торговое Почему нет Мне кажется Сюда пока рано Я еще город не следовал Это кажется Проход сквозь стену Пам-па-рам-пам Пам-па-рам-пам Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам Нет Тогда на сайте Раз 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 Готово Если вы понимаете О чем я Еще один дом Непонятно что Что внутри Ну сразу Усматриваем Воронья шаль Хитроумия 10 Так а хитроумие Уже у нас Влияет Господи Хитроумие Хитрохитроумие Скрытное перемещение Обнаружение ловушек Взаимодействие с ним Спаснуюсь скрывать Заперты сундуки Двери Вот Ну да Вору Естественно Только вместо чего Я тебя хочу проверить Давай вот так Невосприимчивость К отравлению У меня все Все занято Здравствуйте Вообще Задняя стена Этого дома Разрушена Сквозь нее Можно просмотреть Старые стены Прикольно Че внучок написал Да там Не Никому Просто нецензурный лексик И все Может там надо отряд Перебить по дороге Тогда репа подрастет Голфман еще активировал Премиум на канал Мне не озвучилось Потому что я пошел Там человека банить Так В результате Я практически все обошел Только надо спускаться вниз И вот Вот здесь вот еще поговорить Поговорить Смотреться Вот пожалуйста Еще утецки С этими общался Сюда заходил или нет Вроде бы Нет Ночь Ж Да ладно Из-за этого Из-за того что Ночь сейчас идет Они не хотят торговать Слабо верится Оооо Мастер по литью Мастер по закалке Кажется я нашел то что нужно Новый чертеж Опа Молот Превосходного качества Одноручный между прочим Давайте-ка баррику мы ждадим Точность страдает Да ладно Явлантис встречает вас С видом нескрываемого превосходства Но при этом старается Не встречаться взглядом Тебе что-то нужно? Чем ты занимаешься в кузне? Обеспечиваю Чтобы все работало гладко Подкручиваю Подмазываю Где надо Он улыбается С напускной скромностью Кроме того Я заместитель лаары И если с ней что-то случится Главным тут стану я Какие-то проблемы? Он отвечает вам Не сводя пристанного взгляда С луары Это внутренние дела Скованных горном Ничего такого Что могло бы заинтересовать Высокий суд Тунона Я тебя уверяю Уйти Что-то тут нечисто Сейчас мы поговорим Луары Луары это типа кузнец топовый Который как раз Голоса не рата Хотели привести Склонившаяся над горном Мускулистая женщина Выпрямляется И поворачивается к вам Отблески пламени Танцуют на ее лице Придавая глазам Зловещий вид Она обнажает зубы В широкой улыбке Это единственное Белое пятно На ее испачканном Саже лице Ты убиваешь Левой рукой Или правой Она потирает Почерневшие руки Разглядывая вас в ожидании Обычно я могу Раскусить Любого с первого взгляда Но с тобой все сложнее Почему ты спрашиваешь Рукавица Самая сложная часть доспеха Ровно как и самая дорогая В изготовлении Столько накладок И все разных размеров А потом еще заклепки Она потирает пальцы Стряхивая хлопья сажей И железной пыли Думаю Ты повидал немало боев В своей работе Одна рукавица Точно износится Раньше другой Мой разум Всегда думает о том Что нужно будет чинить раньше Вот и все Так значит здороваются у тебя дома Так ты ответишь Так Ты так же отвечаешь Вопросом на вопросы Ее улыбка Растягивается еще ярче И блестит зубами Она мягко Усмехается про себя Это простой вопрос Дитя С какой рукой Ты замахиваешься У меня вообще посох двуручный Чтобы забрать чью-то жизнь Молчи посмотреть Она не соображает вообще Что к ней подходит маг С посохом двуручным Блин Левой Принято Она подтягивает свой пояс И резцы Шилы и клещи Свисающие с его множественных крюков Звенят Стоп Она подтягивает свой пояс И резцы Шилы и клещи Свисающие Да Меня зовут Лара Я мастер по закалке И главный кузнец Распустили Тианы У меня дел больше чем времени На их выполнение Ну и Грех Приостановить работу Ради разговора Не приостанов А Ну и не грех Приостановить работу Ради разговора С вершителем судеб Чем могу помочь Ты в порядке вообще Я в экстазе Она произносит это Абсолютно серьезно И непроизвольно улыбается Ритуал горно Связывает сердце с молотом Моя кровь течет по жилам Лишь когда я бью по слитку Мой горн перегревается Если дышу слишком часто Связь в равной степени Утомляющая и опьяняющая Мастер по закалке Горн Они как-то связаны А это тебя не погубит? Я на это надеюсь Она смеется И лицо краснеет Под цвет расплавленного железа Лучше так Чем быть оскверненной Убитой бандитами Отправиться Гнилым зерном Или умереть в природах Разве не мечтают Солдаты умереть в битве? Так это делает тебя лучше Других в своем ремесле Ну это еще практика Она хмурится Ну да Ритуал призывает Привязывает чувства К материалам И тело К инструментам Моя ладонь Становится лишь Суставом А молот Продолжением руки Я ощущаю Жар горно Так же ясно Как температура В комнате В таких обстоятельствах Проявляется Настоящая концентрация Прикольно Можешь сделать Что-нибудь для меня? Могу ли? Определенно Сделаю ли? Ну Кайрос не зря Создал очереди Она не сдерживает сдоха Все командиры Железных ходоков Или алого хора Осыпают меня Взятками и лестью В надежде Что я отойду от графика И сделаю что-нибудь особенное Хитроумия Сорок шесть Она открывает рот Словно хочет добавить что-то еще Она замолкает Скрещивает руки на груди Я не представлял Всю необдуманность Своей просьбы Приношу извинения Давайте Благосклонность увеличивается Скованной горным Я получаю Необдуманные заказы Каждый день Дело не в количестве Но в целях Она подходит ближе Понижает голос Да едва различимого шепота Меня оскорбляет Что требования Кайроса Сводят нашу работу До жалких норм Я требую права Подгонять свои изделия Под каждого солдата Делая шлем одного размера Снова и снова Пусть так Пусть так учится Подмастерье Забудь что я спросил Расскажи мне О распуте Литианы Я хорошо знаю Только эту часть Она указывает На крышу Стены кузни Давным-давно Литиана и ее команда И команда ее торговца Поселились в этих местах Храбрые глупцы Навели мосты Через старые стены И организовали Торговое поселение На распуте Настоящие первопроходцы Войска Кайроса Могли бы Обойти это место стороной Но кто-то обнаружил Что тут повсюду железо Даже одежду в реке Нельзя вымыть Не перепачкав В ржавчине Железо Сделало распуте Литианы Настолько важным Что Кайрос захотел Его захватить Это мы все знаем Кстати Расскажи о скованных горном Веками Моя гильдия Искала пути Объединения Магического И физического Совершенства Пока другие Обращались к магическому В поисках Непомерному Могущества Мы изучали его Чтобы выйти За традиционные Рамки наших Искусств И ремесел Кузня Наш главный Предмет изучения Но не все Скованные горном Работают с металлом Есть ткачи Плотники А один наш Чудаковатый Товарищ Мнит себя поваром Могучий Мудрый Кайрос Был добр К нашей гильдии Он предложил Вложить в наше Оружие И доспехи В руки Тех Кто изменит Мир Она расплывается В широкой улыбке И он оказался Верен своему Слову Железо Скованных горном Раздавило Ярусы А головы Всех Кто посмел Выступить Против войска Кайроса Покоится на копьях Нашей работы Ты можешь изготовить Что-то магическое Нет Но почти Все спрашивают Реликвии С магическими свойствами Должны стать таковыми Их нельзя просто создать Поднимает Пальвис Улыбается Но что я могу Сделать Использовать свою магию Чтобы с идеальной точностью Работать молотом Или создать чары Которые позволят Брать расправленные металлы Руками Какая мне от нее польза Поговорим О чем-то другом О балом хоре Моего учителя была поговорка Я всегда вспоминаю ее При мысли о балом хоре Хорошее железо Для мечей А не гвоздей Хорошие мозги Для мыслителей А не воинов Очень интересно Так Меняем ли молот Для начала Урон больше Выставление меньше Пробивание брони Неточность страдает Нет, ему Я не поставлю просто Чтобы слот не занимало Уже весь народ негодует Что ты сирен Не заходишь А бегаешь С всяким поселенцем Грабишь их дома Так я же не дошел Вроде до нее Я иду постепенно И кто такая Сирен Как бы Спойлерите Да Опять Не надо так делать Так Мы обошли Все ярусы Надо вниз Спуститься Сирен Сирен Прекрасно Ты ее уже Видела Она просилась О, торговка Покажи мне Что продаешь Давай посмотрим Смогу ли найти Что-то Что тебе понравится Нифига себе Выдающееся Качество Доспехи Сандалии Перчатки Фокусника Так Ну тут Кожаные Доспехи Нужен Легкий Кожаный Причем Спаги Хороши Дорого Это Конечно Надо брать Восстановление 05 Хотя там Знание Десятку Дают Ну по крайней мере Это и возьмем Шляп Тоже Восстановлением Дорого Дорого Да ладно Тут еще Доспехи Крутые Тоже Минус Восстановление Плюс Брони Но не хватает На все Про все Ладно Давай так Жалко Конечно Может Наскребем Мне же Еще Нужно Купить Хотя Выдающегося Качества Вот Что-то Из этого Можно Сдать Балом Хоре Тебя Обсирала Девушка Я Не помню Не такого Я Большой Сапожки Взял Выход Из боя Значит Тебе Атак Надо Раскидать Во-первых Мы берем Сапоги Здесь Одеваем Во-вторых Тебе Шляпу Даем Чаще Кастовать Будет А Бобру Армор Рапаем Еще Увеличиваем Скорость Кастом Тут Один в один Надо Будет Продать Это все Дело Да Деньги Есть Если Что Как-то В городе Расслабляешься Бои Забываешь И забываешь Что Как бы Умирать Нельзя Что надо Готовиться Внимательнее К Сражениям Ты кто Такой Элден Обгоревший На солнце Мужчина Наклоняет Голову В знак Приветствия Чужеземец Никогда Не приходит Один Так говорила Моя мама Видимо Она была Права Он задумчиво Стекивает Своим Слова Меня зовут Элдиан Элдиан Диан Элдиан Добро пожаловать В распутье Литианы Ну и ну Кого я вижу Вершитель судеб Тунана С возвращением В распутье Мы не видели С тех пор С тех пор Как ты поставил Алый хор Управлять Тут Всем Он Наглядывает Вас Никогда Не думал Что скажу Такое Но моя Память Кажется Начинает Меня Подводить Он Подмигивает Исходя Из рассказов Людей О том Как ты Пришел И выгнал Братство Из города Ты должен Быть Не меньше Трех метров Ростом Стрелять Молниями Из глаз Хотя Я запомнил Тебя Более Человечным Видимо Не стоит Судить Книгу По обложке К примеру Кто бы Отдал город Во власть Красного хора А потом Вернулся И убил Их всех Не то Чтобы Я буду Скучать По насилию И хаосу Но меня Все же Интересует Почему Ты так Быстро Сменил Союзников Ну Хватит Болтовни Ты сюда Не за уроком Истории Пришел И не за Пару вопросов Если у тебя есть вопросы По поводу нашего поселения То называй их мне Мое Сомнительное достижение В том Что я живу Живу здесь Дольше всех Поэтому большую часть Истории Распути Наблюдаю Собственными глазами Он улыбается Глаза Ноги Волосы И слух Уже не так хороши Но разум мой До сих пор Помнит Все Что здесь Произошло Ёшки Матрешки Ооо Так Я Не уверен Что буду Давай Спросить кое-что Еще Мне понадобится указание Чтобы сориентировать Здесь На первый взгляд Распути может показаться Немного пугающим местным На самом деле Не такой запутанной Как кажется Река называется Портус Кор И она берет свое начало В центре поселения Водопады Которые Переливаются Через старые стены Называют Солнечный восход И лунный восход Расположенный На западе Солнечный восход Так назван Из-за того что Солнце освещает его По утрам А лунный Получил свое название За то как блестит Во время Понятного У меня есть еще вопросы Я хочу уйти Спасибо Фомбич Привет С удовольствием Сегодня смотрел Darkest Dungeon Правда в конце Темнейший Только концовку Застал Привалов Привалов Достатки Привалы Все Бутылки Бутылок бы я Прикупил Конечно И наверное Нужно это сделать Тарковцы внизу Потому что Стоят они фигню Это самый ходовой Товар Самый ходовой Тип Используем Оба предмета Что ли Поэтому да Надо купить По возможности Бутылки Но у нее нет Видимо другого Торговца Так идем Теперь наверх Тут еще один дом Поселенец Поселенец Заходим Довольно много Всяких Квартир Людей Но большинство Проходится Как бы мимо Лутается Попутно И все Ой здравствуйте Вот Сирин Смотрите Вот он О ней говорили И люди На коленях Стоят перед ней Ооо Интересно Это Десятинное Ведро Уже Почти заполнено Вещами Кольцами Сирин Похоже Она преуспевает Ясно Привет А это та Господи Я же забыл Нахальная Дама Сирин Стоит Окруженный Поселенными Она говорит с ними Мягко и нежно И словно Гипнотизирует Движениями рук Ее шлем Вспыхивает Когда она говорит Вам трудно сказать Является ли это Оптическим Эффектом Или камень Действительно пылает Девушка поглощена Своей торжественной речью И кажется даже Не замечает Вашего прихода Секундное Затишье И она открывает Глаза Ну-ка И что же Тяжелым Мы это обсуждали Мы это обсуждали уже Ох Вершитель Я же не создавала Армию И я отказываюсь Отвечать за то Как на меня Реагируют Другие Она закатывает Глаза Атмосфера в комнате Меняется Вы чувствуете Что она становится Тревожной Используя для вербовки Алый хор Свою голос Сесенен Слишком хорошо Проявил свои способности Да это мы читали Опальных Разгорелся конфликт Вы решили Да Зачарованных Да Ты эту группу Собираешься распустить Спрашивает она Ледяным тоном И вам кажется Что комната Снова уменьшается Словно уменьшается В размерах Не дай им отбиться от рук Почему у всех Ну мне только это Я не собираюсь Уничтожить армией Лишь потому Что могу это сделать Да я и не могу Не с этим дурацким шлемом Она расплывается в луке И пристально смотрит на вас Это была шутка У меня все-таки Больше самоконтроля Чем Ну Может ты прав Может ты позволишь Себя сопровождать Ты действительно активировал Один из шпилей А значит Из твоей силы Можно извлечь Кое-какие уроки У тебя могло быть Получиться Научить меня Держать себя в руках Да Давай попробуем Интересно что у нее за школа Кто она вообще Хорошо идем Если ты хочешь показать мне Как прекрасен этот мир Тут из Тут из этого Явно ничего не выйдет Так Ну я наверное все-таки Пока меняю Нашу фугу Она 10-го лула сразу же Она 10-го лула сразу же А, то есть они Ничего себе Ооо, она певчая, да? Ну похоже Помните на барда? На барда Сирен, сирена Тоже наверное Что-то такое Давайте посмотрим кто она физически слабое здоровье не нет соответственно смекалка и стойкость вы макшины знание 56 и 15 к навыку исполнения это сирена она будет петь ей нельзя снять головной убор шоры певчие птички точность плюс 6 трубящий так 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 отражение 8 только сирен может использовать предмет сложного вида механизм задней части этого изысканного украшенного изысканно украшенного шлема крепят его голове сирен когда архон песню поднимает голос драгоценный камень на лбу предупреждающий мигает алым светом как бы долго вы не размышляли над этим вам не удается понять как этот предмет снаряжение был собран или закреплен на голове его можно улучшить в кузне шпиля вот это хорошо так ну хорошо что по навыкам песни мир и война ё-моё и девять очков талантов прикольно здесь здесь столько разных веток со способностями уникальными в том числе песни вестник смерти станции то есть видимо это как раз похоже ну напоминает бардовскую тему что ты песню формируешь из там куплетов видимо да и и офтанка соберешь две песни ода заморозку дроги хилов всем гг улучшить можно прям в голове представляешь что кузнец да 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 он я там вот ботамию такую зловещая песня описывающая силу желаний кайроса которые стирают земли и жизни выкашивает все кто осмелился перечить вы высочайшие воли так длительность 4 секунды задержка 2 а действует 6 секунд уклонение парирование ослабление несколько разных уровней а стоп они уже доступны типа песни доступны мы их можем сразу выбирать как будто то есть на них навыки не тратится а как я их могу выбирать ария силы осколки камнем так комбо осколки камнем поднимает огромный валун подбрасывает воздух серен поражает камень дробящими звуками на землю падает каменный дождь скушаю врага дробящий урон противники ошеломлены на длительный промежуток времени да да я могу сразу использовать самые разные понятно давай тогда посмотрим что они себя представляют и потом будем смотреть что нам нужно мира или война видимо это деф ветка это атакующая ветка так противники чистый урон погибель ночью магический урон чистый испуг вытягивание здоровья у дыхание зимы скорость передвижения 60 процентов какая грязь а скорость атаке может она и так задержка 4 секунды противники вауре какой никакой не у рейндж может быть смотреть непосредственно здесь у него господи у нее все все песни огромного рэнджа скорость передвижения минус 60 если накидываю как как я могу я думаю что могу накидывать и только одну могу петь раз два три четыре пять может она настакивает их то есть сначала 1 потом 2 3 4 5 до друг за дружкой то есть длится 8 это на распевает 8 секунд его а эффект длится 12 секунд потом приступает ко второму наносит ледяной урон магический урон ледяной урон и замораживает в конце концов противников но это спустя спустя получается 30 ой даже больше 40 секунд серий лучший танк в игре после правильного прокачанного главного ясно вот самом деле от танка бы я избавился потому что альтернатива ради скорее к силы разъедающий урон стойкость это союзником к силе красная наша кровь вообще сейчас не обязательно выбирать просто нужно ознакомиться силе разъедающий электрический повреждение брони воинская слава уклонение парирование стойкость броня защита щитом 40 урон да хорош силе смекалки живучести дебавка стойкость уклонение скорость передвижения огненный урон это ерунда кровавый рассвет мне нравится мне нравится во первых дыхание зимы потому что начало сразу со скорость перемещения об огромном range потом серии уронов но это так себе и заморозка конце концов ты выбираешь только один распев ладно хорошо допустим она будет у нас танком что по обилкам мир или война ария стойкости парирование уклонение на полминуты дыхание 2 дыхание характеристика определяющая сколько раз за 8 может спеть свои арии каждая песня разбита на станции так но это я понял и каждый станции никогда про и когда станции пропоете рин получает одно дыхание а ясно для каждой ари требуется определенное количество дыхания по окончанию боя накопленное дыхание что исчезает наверняка да да теряются таланты быстрое дыхание спокойное дыхание позволяют получать одно дыхание в начале боя сохранять его а между сохранений с столкновениями механика мне очень нравится уже так далее защит 50 к защите при выходе из боя офигеть какая халява уже на старте только надень тяжелую броню на нее мечетом дать чтобы враги на нее агрились и песня независимо от доспехов да но не влияет а вот эти вот восстановление имеют но привязаны все равно к дыханию поэтому на себя минус 25 к скорости пения то есть она замедляет свои песни увеличивает длительность каждого станции пока используется медленный темп ладно давай попробуем мир защита при выходе из боя в броне полминуты у противников снижается урон на 6 секунд при попадании ближнем бою дровящий урон увеличивает эффективность брони отряда некоторое время снижает урон врагов я вот не совсем понимаю что за медленный ритм быстрый темп и медленный темп о слишком много вопросов то есть если снижаю скорость пения то скорее всего у нас станции идут длиннее на секунду это плохо получается потому что мы к следующему станцию переходим задержкой при этом я не понимаю то есть нужно наоборот по идее ускорять скорость пения это не такое интересное резонансное поле всего 21 урона до получения урона противники повреждения брони разбивают броню врагов не могут защищаться на короткое время оказывается поврежденный блин а в чем смысл медленного темпа тогда то есть длительность одного куплета но она же получается медленнее генерит дыхание правильным дыхание уже у нас дыхание характеристика определяющая сколько раз за бой может спеть своей арией не понимаю если есть танцы на дебаф союзников дебаф лучше помочь дебаф дамажит лучше то дольше будет висеть дебаф и бафы резонансное поле апается до 80 урона она восстанавливается периодически дыхание независимо от всего этого у меня будет возможность перекачать ее когда-нибудь если сейчас на ошибаюсь я поэкспериментировал с одной стороны но боюсь что закопаюсь но если в танк то скорее всего надо в мир все таки эти медленные пени используя свою музыкальную способность чтобы понять это ага короче делаю медленный темп делаю ауру стойкости защита при выходе из боя а по вдохновление вот это нужно что и доступные чеки заклинаний все вдохновение для магов это для всех или отряд вдохновляется да это то печи вообще огнем холодом молниями эмоциями все берем раз пассивочка защитный крик союзники в области действий один раз за бой 50 процентов течение маги воли выносливость радиус нет случайно негативный эффект у меня есть уже от радиодействия защитных песен плюс два метра неплохо весьма вот спокойное дыхание позволяет серии на несколько минут сохранять дыхание после окончания боя на несколько минут на пять минут всего лишь учитывая то как я медленно продвигаясь это мне может не хотя если многоэтапный бой может помочь скорее всего радиус действия песен берем для тонкой главное щит ее брать на макс щит или обезоруживающий образ щит имеется ввиду а невозможность стянуть бой вот это вот щит да а в войне просто дает вначале боя плюс один и потом плюс два это круче и давайте через войну пойдем для сравнения тут конечно получится раз скорость пения до вас начальное дыхание плюс один раз щит до вас выбираем между двух плюс 15 к точности действия атакующих песен атакующих межзащитные будут хотя нет подожди защитные они что же дебаф делают да хотя здесь опыт блин а может две ветки реально прокачаться по крайней мере до до мира дойти в смысле до вдохновения дойти именно щит и безоруживающий образ как раз против танка никто на нее не сагрится ясно я очень хочу вдохновение взять они взаимоисключающие эти ветки да то есть если возьму например медленный темп и быстрый темп это же фактически как стойка да они не сочетаются друг с дружкой ты последние спел глянь во второй ветки собрался ария кошмаров воплощенный кошмаров вызывает кошмар много спине начинает петь сила голоса дает уплощение памяти которые будут мучить противникvan ни nyt ужас аравия вспоминает воспоминания вызывает хорошие воспоминания начинают петь сила и голоса дают воплощение памяти бойцов отряда атаковать его который будет служить это стойки ну понятно то есть они взаимоисключающие получается жалко так либо к точности атакующий либо получает магический урон причем не очень серьезный я думаю надо к точности брать далее берем еще один один щит 80 единиц урона при получении вторую песню сэйвим и выбираем либо ария что противники в области действия ошеломление ослабление испуг и сисерин повержены ее последний вздох вызывает мощнейшую волну желанием мести для скоксеев обилка хотя радиус 3 метра лесом идет скорее всего внутри метра чего ария запутывание что крушицевых рогов мучительной какафонии дезориентируя всех кто не может противостоять силе дезориентации 10 секунд радиус 10 метров и конус хороший да вот это классная штука судя по всему продвигаемся вниз ария бурь сбивание с ног ошеломления 7 дыхание нужным радиус хороший конус узкий такой острый угол создает молнию которая бьет по всем ближайшим с к ней противником затем по цепочке ячейки заклинания не нужны а на другое дело 20 процентов опыта такое себе вот те с помощью артефакта можно легко ясно стоит молнию которая бьет по всем ближайшим затем по цепочке поражает врагов на отдаление сбивая с ног вызывая круто очень круто у нас во первых вот у нее вариативность просто сумасшедшая то есть если вы вспомните никчемного барда у которого во первых ты приходишь у него там три песни там 4 появляются сомнительный тут сразу 7 причем они с разными эффектами и последовательностями при этом они встают особняком а есть еще две ветки очень крутая штука очень круто надо ее выкачивать как танка то есть дополнительное здоровье защиту по воле изменять танка скорее всего нужны ли ей в принципе какие-либо и вообще длительность может помочь продолжительность воздействия до продолжительность воздействия может помочь как не это проверить какие воздействия песни могут быть фиксированы по длительности так короче что у нас получается если мы берем для начала что-нибудь простое при простое типа дыхание зимы до скорость передвижения противников ледяной урон магический пробой ледяной урон и заморозка в конце концов покей и она типа будет петь да не нужно что что-то делать я бы танк сразу заменил но пока не разобрался с с ней а что и качать то есть какие характеристики нужны она вроде как танк вроде важный на нее защиты есть надо ее в доспехе одеть может к шпилюк своему вернуться более данный вернуться к шпилю или здесь купить щиты меч вообще бы квест закрыть тот который помните который со свитком и надо от танка избавляться я полагаю берем 1 берем 2 3 4 с это тоже сюда 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 так вот и все сюда парирование поможет упорство стойкость плюс 2 поможет щит щит не можешь вот что почему а необходимо надеть оружие еще легко смотри оружием щит молодец где его еще тяжелый доспех не вытащить на хотя бы легкий но такой вот кипарик мы надеть не можем ботинки перчатки давай так хорошо силу то как дамаг и ассист ветки они в заклинаниях еще раз дамаг и ассист ветки они в заклинаниях то есть это типа как способность так мне нужно на ком-то на ком-то тренироваться и обязательно вернуть лучницу ну что вернуться в шпиль нужно будет покажи что продаешь попробуем все-таки взять вот этот вот кинжал кажется мне не хватит просто просто не хватит хотя я могу же поставить вот так вот сил дает бонус силе менее которые ветки там не умение три штучки насколько я понимаю тяжелый доспех какой взять я тяжелого доспеха нет вообще надо у нижней торговцы торговки так получается что у тебя по умениям то давай-ка это ульта дезориентация противников без какого-либо урона и только ария бурь ну и ария силы до 2 обилки которые типа наносит урон и зачем для них силу абордию нам надо провести одно сражение понять как работают станции понять действует ли на них баф по но длительность по характеристикам сила заклинания смекалки влияет на урон песен вот ульта стойкость контроль песни это все умение понятно то есть все это апается силой и соответственно если мы хотим длительность увеличивать то продолжительность воздействие вот но она и так хорошие давайте проверим например у нас есть умение в смысле вот это вот дам урон 9 и 2 9 и 2 а по им на единичку силу 9 и 2 9 и 2 сила заклинаний от смекалки влияет на урон от песен капец чеков никуда называется яс поверил тяжелой кожаный заспех можно было конечно взять но уже все уже поздно денег нет уходим еще серия торговцев ой извиняюсь ты пошел ты сначала советуют уверенно так а потом ой извиняюсь проверяем песня заклинаний да увеличивается до 19 апы до 19 апы я пей все таки ну и сколько было 9 и 2 изначально до 11 6 так я не буду пока вкидывать ничего что ты продаешь давай зелье воскрешение есть но мне не хватит на всем про все покупаю зелье такое покупаю такое продам щит лучок естественно ставь поставляем ай блин ешь продал еще доспех я для лучницы ничего не будет это косяк она пробую вернуться денег нет просто нет денег вернуться заменить одного танка ну в отказаться в общем от бариком пойду-ка я в свой шпиль хочется вообще по максимально эффективно вкачивать персонажей потому что это максималка и это без сейвов и вот это вот очков силу вкинутая но вообще ни к чему не ну там на 2 на 2 способность немножко урон увеличивает вряд ли оно нужно вообще так давайте это кто гнев я готова служить тебе верой и правдой подход к обучению хотел потренироваться да только денег нет ну хотя тут тренировка то фиговая и знаний кстати нет уклонение или парирование уклонение или парирование давай парирование бобру знаний все равно нет уклонение уклонение тебе ничего хорошо потренировались так может попробуй заклинание иллюзии на деф раздать магом хилл они будут сильными пробуй заклинание иллюзии на деф раздать магом может быть так мне вдруг отлично берем принимаем если у нее армор есть слава богу господи и лук у нее есть все таки это замечательно и бутыльки у нее даже есть превосходно этой даем кое-какие бутылочки разделяем еще тут несколько бутылок и тоже передаем так три сюда единичку сюда грибочек сюда грибочек есть грибочек есть хиллочка есть тебе сразу же вот ей бы и армор все таки армор ей нужен тяжелый армор ей нужен но его пока нет быстрота ок так попробуем сейчас квест закрыть оставив кинжал библиотеки надо было наверное еще в шпиль скинуть поговорить книга че индивидуально отдай капельку может дополнительный опыт на всю команду да у него дополнительный опыт на всю команду есть есть но я его самоописи ну не очень жалую слишком много магов перебор почему ты не решился прокачать хп стату если хочешь ей тащить у нее и так защита вроде есть но я посмотрю по первой битве что мне вкачать может быть и в живучесть стоит вкачаться вообще ей нужно взять максимально тяжелый доспех эффективный какой-нибудь щит и пусть поет периодически применяя белки поет разные вещи в зависимости от обстоятельств она же может песни менять на ходу надо просто знать что в конкретной ситуации может пригодиться знать ее просто диапазон что она может вот пробуем поставить артефакт заменить нету мне не подходит эта хрень лучок поменял так лучок не тот он хуже чем чем этот мой старый лучок как выяснилось не подходит эта штука сюда репертуар да да репертуар больше подходит не хочу рисковать пытаться тут сжечь все лучше вернуться с нормальным девайсом и мы возвращаемся в в распутье литьяны я бы конечно проверить сначала в бою в бою эту подругу боевую а вот у нее 0 смотрите как раздыхание артефакты которые с обилкой ну мне сказали когда этот товарищ ну когда появился в продаже этот артефакт сказали вот его бери поставишь да давай тогда кинжал танку можно кстати да он всяко лучше того то пора тяжелый доспех найти я могу его приобрести конечно если б деньги были и весь город обшарил могу что то остаться вот если севернее пройти там может что то будет вход в какой нибудь а вообще сейчас я должен кажется пройти в центральный вход и попытаться пройти сквозь да что с по квесту это было вы получили доступ к гавани отправьтесь найдите способ проникнуть шпиль ну вот я уже видел куда-то куда надо идти поставим сначала ей кинжальчик пробивание минус точность у нее с точностью проблемы нет смысла так посмотрим что у этих торговцев есть то вдруг приз аааа хотя дпс поменьше но залп есть способность запускает несколько снарядов лук выдающийся смотрите какой да у него ниже дпс бонусная точность чаще стреляет меньше расстояния не пробивает броню но зато работает по всем три заряда три снаряда выпускает три снаряда ё-моё вот что мне нужно было брать грязь просто просто грязь продают копить уже начинать штрих вулканического оружия не изучил в этом свитке содержится магический штрих по материальной силой спускать огненные стрелы поражающие противников на линии не понял почему от только одно улучшение было видимо чтобы заклинание материальной силой заклинание материальной силой это ключ не понимаю кузнецу продавая на запах полную стоимость купает ё-моё тяжелый бронзовый доспех но это ерунда тут перчаточки еще меткость 12 процентов кинжальчик двуручный посох ну ладно здесь то попроще плащ закаленный отражение 20 процентов заклинаний и обратно в заклинателей в сочетании со щитом который дает 50 процентов получается 70 процентов отразить заклинание обратно очень хорошая вещь тоже надо брать ё-моё я понял что у меня денег нет и это огромная проблема эх такая досада ребята такая досада такие надо было всех торговцев посмотреть сначала ладно я к ним еще вернусь лучок который по трем бьет хотя рейнджа рейнджа значительно меньше это пугает мне пора фармить да ну сейчас пойдем главное всегда блин надо дважды думать перед тем как что-то покупать новое потому что денег не хватает материальная сила бафать оружие понятно ну ладно тогда встретим еще в результате у нас изменился состав вместо барика есть вот такая вот подруга непонятно что она как она на практике будет себя вести в бою надо во-первых поставить ее вперед аккуратно осматриваемся каменная кладка была пола была разбита совсем недавно металлические осколки не подальгой заставлю предложить что это результат нерадивости солдат так хорошо бирюза свиток хитроуми отлично давай так 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 о это хорошо это потенциальные деньги да я думаю что они специально такую локацию создали для того чтобы ну показали что можно приобрести что ты подумал дважды и потом пошел начал только здесь нормальные деньги зарабатывать помни о том что тебя от дома ждут смотрите как тут выносливость превосходна полная причем надо только раскидать по важным людям и желательно чтобы у каждого было по крайней мере по штучке вот этой вот не помещается все к сожалению так поставим пока стойки не забудете включить да кстати у нее уже стойки сейчас нет к скорости пения 25 процентов так проход наверх еще денежка перчатки перчатки аналогичные моим ей возьмем отражение меткость хотя меткость не нужна отражение наверное ключевое проходим далее надо как-то провести аккуратно первое сражение получив максимум информации о том как она вообще поет что делать что ей нужно каменная кладка посрамит даже мастеров раскола и понять куда два остальных очка вкинуть предположительно надо будет бафать стойкость или здоровье стойкость не только для защиты но продолжительность воздействий раз уж мы говорим о том что песни и куплеты увеличивают свой эффект от смекалки стало быть и стойкость будет на них действовать посох часов плюс размытие сирен ее пассивка минус 20 урона хилл ее уже сложно убить ясно ой-ой-ой тут 5 ой не 5 похоже на загадку этот зал сразу напоминает вам зал вознесения витиеватая руна покрывающая пол может значить только одно вы стоите у подножия гигантского шпиля каждый ваш шаг разносится эхом на большом расстоянии по мере того как вы поднимаете взгляд вверх серо-зеленые стены быстро исчезают бесконечной темноте руна в центре зала бездействует а тишина зала а в тишине зала нет никаких подсказок о том как она устроена и как ее использовать вы чувствуете легкий толчок в груди слабый отголосок энергии которая окружала вас колодца вендриена так хорошо а за спойлеры в чатике мы баним на 30 дней поэтому будьте осторожны знание примечательная руна 77 прижимая кусок угля к пергаменту вы получаете размытый но пропорциональный отпечаток древнего рельефа возможно собрав достаточно отпечатков получится восстановить первоначальное очертание руны изучить загадочный рисунок углем в инвентаре скорее всего он дам попробуем 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 нет он скорее должен быть где-то вот 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 нет ни в посланиях сейчас подождите это репутация это не то дало вас здесь в ходе своих путешествий нашли рисунок возможно изучив сможете определить зачем он нужен да рисунок где-то должен быть в инвентаре вот он неполный рисунок углем на этом свитке нарисована часть неизвестного сигила так определить зачем нужен отиск углем сделан грубо и не закончен из-за чего полный вид сигил остается непонятным то есть тык-тык-тык-тык это единственное да все остальное это старые темы окей какая справка при заку можно попробовать можно попробовать найти еще похожие вещи но даже если ориентироваться по рисунку мы уже можем четыре даже пять раз два три 4 5 причем угол между учитывая то что эти две линии параллельны и это образует у нас равносторонний треугольник соответственно там 80 и 90 90 ждали ой как и 90 60 градусов 180 же сумму углов то есть получается нужно найти ну вот похоже раз два три четыре пять да это первая последовательность но дальше же нужно еще попробуем так пока 1 2 3 4 5 а почему между ними не загорается а то есть они соединяются попарно получается это несколько облегчает задачу давайте отведем вдруг тут ловушки какие-то будут то есть после этого нужно найти вероятность не такая какая еще закономерность в начертании углы равны пока что углы равны здесь по идее надо например сюда так 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 да попробуем что-то не похоже они должны либо соединиться полностью либо попарно соединиться дальше никакой общей незакономерности сам рисунок еще может быть является подсказкой могут ли они например быть соединены через одну точку или нет если нет то несколько проще например этот уже может быть соединен только с этим нет исчезает а они исчезают подожди а как они вообще может их принципе друг с дружкой соединить на тогда причем здесь сидел этот сейчас не сможет быть не может быть соединен насколько понимаю да нет может я или нужно все чтобы соединилась вместе в единую штуку можно тыкать спокойно нужно чтобы все не загорелись вот эта базовая задача нет вот они все горят на соединение неверное или все таки чтобы ладно давай с можно как-то сбросить все это делаем и заново начать вот например можно ли соединить вот эту с этой да можно да то есть оно а причем если тогда этот рисунок если мне нужно сделать так чтобы в все линии были соединены то это совсем другая задача зачем мне рисовать а может и нет ладно давайте все попробуем соединить это вроде не так сложно мне кажется это неправильно просто потому что оно в тупую все соединяется друг с дружкой нет нет а нет вот еще здесь есть две штуки не соединенные они не ломают ничего они просто соединяются вот эти вот еще толку нет все соединено все с нет не все они соединены вот еще вот здесь вот бэтмен понятно то есть зажигать всех все не обязательно да не обязательно если мы отталкиваемся того что начерчены на сигиле от первых от первоначальных тем я того что нам типа нужно просто последовательность да ну без без следующего мы просто не ничего не вот так вот делаем тогда просто соединяем так как это как здесь ну дальше то нет инфы нам нужно найти еще одну штуку вот так вот это то что на рисунке сделано а дальше как бы все то есть ли еще какие то здесь подсказки рядом давайте выйдем сначала отсюда пробежимся прочитаю все стены поищем в том зале то я побегал надо будет в вот здесь побегать еще посмотреть может какие то рисунки на на стенах может какой то проход дальше так тут я брал не открыть с этой стороны слушайте а здесь дальше то не пройти а нет вот подожди бежит 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 вот это вот что такое у нас вот еще вот найдено ясно на этом свитке нарисованная часть неизвестна в сигилу отец к углем сделать грубо так ну уже понятней что хотя они дублируют видите а вот можно может быть он уже соединил их эти два да он уже их дополнил получается для простоты окей нужно ли мне еще частичное изображение символа продолжайте искать чтобы понять окей продолжаем искать чтобы понять а в остальном то все может этого хватит может где то нарисовано еще на стенах просто а а вон на стене нарисован еще симметрично в общем соединенные они если смотреть на рисунок то добавятся еще вот одиночные такие вот соединительные штуки видите тык-тык-тык-тык тык-тык может быть я пропустил еще аналогичный рисунок в том в том здании кирпичи фиолетами горели так там привал я не могу его взять у меня все привалы ничко пропустил ну вы пришли просто не так давно так во первых мы смотрим что эти вот штуки не соединены и соответственно нам нужно мы сделали раз два три четыре сейчас соединяем вот так вот по верху и возвращаемся в исходную точку зажигаем раз два 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 три и возвращаемся три четыре это не была нарисована насколько я помню да тут типа пусто и если верить если верить рисунку то нужно еще подключать вот эти вот штуки и видимо их нужно соединять с этими ну вот он нарисован смотрите такой же рисунок то есть не надо ладно давайте проверим все равно не рискуем раз два так 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 и так так я понимаю что не симметрично вот здесь вот но на рисунке нет ничего такого ну ну может быть он просто стерся сейчас симметрично но ничего не происходит журнал изучив рисунок вы обнаружили что он представляет собой лишь частичное изображение символа которое напоминает видимые видимые вами в зале вознесения продолжите исследование что выполняет зачем нужен этот рисунок и поищите другие части изображения я не весь рисунок еще рисунок да я понял скидываем скидываем ищем может здесь еще что то есть раз ты выложены материалом расположены пресекаются различным углам несомнительных возможных да ну короче без без третьего видимо кусочка я не смогу правильно их соединить потому что вот эти вот темы на на стене они не не соответствует действительности рисунок 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 там дверь закрыта еще ну скорее всего она как раз откроется после того как я эту загадку типа решу где был первый у нас первая подсказка вообще она была здесь вторая была в том зале так давай внимательней и на все можно было действовать то есть была рука типа натыкнул и все ок скорее всего третья находится в таком же принципу в просто где-то его пропустил следуем шаг за шагом зачем не за то есть она получается и все в увидеть все и то есть ничего нет так это сразу на выход у меня из деревни да о о о Не пишите, пожалуйста, подсказки Я специально чат не смотрю Это по логике По логике, может быть, первая часть рисунка вообще вне Потому что там же соприкасаются Помните, там стенки не было в одной хате И я пропускал многие ивенты На мини-мапе пробегал мимо, не обращал внимания Возможно, третий слепок будет вообще вне Ну, вне этого зала, на стене как-нибудь Помощники, пожалуйста, если там есть спойлеры Баньте, пожалуйста, людей, которые спойлерят Так, водопад, шпиль закатом Шпиль закатом Водопад мы осматривали И везде отображаются иконочки Если что Так отображаются торговцы В одном из домов, помните, не было стенки И он соприкасался с... Там, кажется, был просто лупа И я не мог... То есть я тыкал на нее Район солнечного восхода Лунного восхода Надо проверить... Нет Стоп Рисунок, рисунок Рисунок, рисунок Рисунок Он может быть внутри любого вообще дома Давайте Позаходим Повспоминаем Хоть если рисунка 3 Вот, вот это здание Но здесь ничего такого Просто задняя стена дома разрушена Не разглядеть Поговорить не получится Уходим Должна быть иконка руки Понимаете? Что типа можно воздействовать И... Сделать такой вот Оттиск Ублем В смысле Получить изображение Долго, блин В каждый дом заходить только Но Внешняя часть А, я не вижу Где можно воздействовать Давайте я пробегу для начала Пробегу Посмотрю На иконку руки Вдруг она тут Проявится как-то Где там Скорее всего Это там, где соприкасаются Со стеной Может здесь Где-то наверху Может Не могу сделать это Извини, не могу Водопад Просто водопад Это место довольно Подозрительное Такое странное Здесь ничего О, лут Ты будешь Я тут не был О Просто подъемный мост Хорошо 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 Торговцы С которыми Тоже общались Здесь мы были Там мы были Извините Не может быть так сложно Все Должно быть проще А по логике Там остается Смотрите Если мы допускаем Что Первый Это Раз Два Три Четыре Второй Соответственно Это Пять Шесть Семь Всего точки Ну и с первой Если с первой считать То тоже четыре Восемь И мы не можем Из этой точки Не уйти никуда Кроме Раз И там Два Максимум И там тоже сокращается Количество То есть влево Мы вообще уйти не можем Может попробовать Просто сделать Еще четыре шага Там вариантов Не так много То есть это Раз Например Два Три И по внутренней Четыре То есть там Остается не так много Вариантов В принципе Да, давай попробуем Так Давай Давай То есть первый рисунок Четыре точки Второй рисунок Тоже четыре точки Отсекаются Почти вся Ну если мы Говорим о том Что не может быть Такого Что он второй раз По тем же самым Траекториям идет То Нам фактически Нужно Три правильных Точки выбрать Три При том что известно Первое С которой мы начинаем То есть рисунок Непрерывно идет Соответственно Раз Два Три Четыре Короче Сейчас посмотрим Сейчас если Логика верная То Вариантов там Очень немного остается Посмотрим Если я правильно помню Как точки там Располагаются Окей Пошли Интересно Последовательность Важна Кажется нет Отойдите Не мешайте Пусть Повелитель огня Так Что ты Не так Не так Ты не так Начинал Ты не Отсюда Раз Два Три Четыре Пять Тогда неправильно Ты допускал Я думал что Раз Два Три Четыре Ой Вася Вася Как там было Изначально Там Пам 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 Да Раз Два Так 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 Нет Я забыл Как там было Какую последовательность Если последовательность Важна Да не Не важна Как у вас Последовательность Важна Правильно Все Правильно Теперь идешь Раз Два Правильно Три Четыре Дурак Ой Дурак И возвращаешься сюда Так Так Хорошо Теперь Ты из этой точки Из этой точки Вариант Это у тебя миллион Ты можешь Пойти И сюда тоже Ой Дурак Ой Дурак Ладно Отталкивайся от того Что симметрия Это косяк Михаил Это просто Косяк Это просто Косяк Просто Косяк 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 Еще чуть-чуть Говорит Один штрих Нет 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 Короче Мушаги Почти Да Без спойлеров Я видимо Михаил Троллит А че Что Что троллил Ладно Ладно Я сдаюсь Может надо Обвести вокруг Типа Неполный рисунок Да ладно Давай Давай так Сделаем Ты можешь Нет Нет Ну там Начертания Еще есть Внутри Ну давай Да ладно Что за халява Почему говорили Что Да тут Контур Просто Забейте В общем Просто Забейте Это А есть вообще Третья часть Рисунка Или только Две Есть А где Он Тогда Говорят Есть Есть Третий Через Полгода И полигры Ясно Магический Свет Устремляется Выс Исчезаю Горизонта В направлении Колодца Вендриенов И снова Чувствуете Как земля Резко Уходит Из-под ног И оказывается И оказываетесь В потоке Теплой энергии Ой Ёпараса Давайте Сейчас Упыря Уберем Как он Там Где он Там Ку Ку Петушок Да Профиль Так Что Тебя Ну Не хватает Модров Выдал Права Ваше сознание Поток энергии Который Пронизывает Вас И связывает С колодцем Вендриенов Укрепляет Камни Под вашими ногами На место Обнаруженному Вами Недостатку Прочности Приходит Уверенность Которая Сможет Поддерживать Эту башню Тысячелетиями Смотри А вот здесь К югу Ардент Моя родина Чуть правее То место Где некогда Стояла Академия Приливов А вот тут Видишь Крохотный Островок Рядом С Баррисом В цепях Сюда Меня возил Хагри Вар Для обучения Самыми опасными Заклятиями Я вижу С высоты Все свое Детство Это как В сказке Готова Поспорить Что если я Сброшу Отсюда Кинжал Он сможет Растеть Человек А внизу Попалом Блин Как же Захотелось Попробовать Подумать Только А ведь Это было Здесь Здесь Всегда И стоило ли Тратить Время Зря на поиски Союзников Среди беженцев Распутили Тианы У этих шпилек Столько необузданной Мощи Надо понять Как ее можно Применить Вы ощущаете Что шпиль Это промежуточное Звено между Вами и колодцем Вендриенов Передающие Энергию В колоссальном масштабе Вы первая Звеной цепочки Которая тянется Через королевство Вы пытаетесь Понять Это ощущение И вдруг Осознаете Что со всех сторон Вас окружает Шепот Множество голосов Прислушаться Сами шепоты Похоже Путешествуют По нити Связывающие Вас и ваши шпили Проводя Жар Который порой Кажется Невыносимым Они говорят О ваших поступках В ваших решениях О всем Что привелось сюда Ваше имя Получило известность Стало Знамя Стало узнаваемым А малова В ваших деяниях Разошлась Как по ярусам Так и по северной империи Знание 51 Сейчас будем Какое-то мгновение Вы чувствуете Смесь Накопившихся Надежды И страх Которые эти шепоты Выражают Она похожа На каплю росы Которая оседает На листве А затем Скатывается В одну лунку Этот образ Вы получаете Через свою связь Простая метафора Которая только намекает На истинные масштабы В этих шпилях Заключена Сила Берущая свое начало Из незнакомого Источника Кажется Что если вы сможете Починить ее себе То для вас Не будет ничего Невозможного Похоже При открытии шпиля Появилась Какая-то более Глубокая связь Когда мой посох Где-то далеко Его магия Отчасти словно Засыпает Пока я вновь Не окажусь рядом То же самое Происходит Между тобой И шпилями Они тебя усыновили Воу Или что-то еще По крайней мере Они любят тебя достаточно Чтобы не выпитывать Выпинывать Из кровати Я тоже это чувствую Говорит Сирин Воздух тут Такой грустный Да Совсем не то Чего можно было ожидать Магия ощущается Практически физически Ты почему-то Кажется Выше Такое впечатление Что ты мог бы Возглавить дюжину банд И ни один претендент Не смирился бы Воткнуть ее нож в спину Воу 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 Библиотека Кузня Тренировочная площадка Можно сейчас Прямо Деньги то есть Так Кузня Господи Мне бы тренировочная На самом деле Библиотеку точную Построю библиотеку Вы сможете исследовать Магические знания Эдикты Артефакты Получает бонусы К знаниям Е Да Шпильвили Есть на чем Поработать Очивку далее Новое послание Касательно вопроса о шпилях Дорожайший повелитель огня В суде только и говорят Ой, что это Доступен новый шпиль Окей А что о новостях С гражданской войной Представители хора И опальных Стараются перекричать Друг друга Перед Тунаном Опросители спорят Друг с другом Кто кого сокрушит И вмешаются ли Тунан Чтобы своим вердиктом Остановить распри Кто это пишет? Почему я таким голосом читаю? Но больше всего Меня заинтересовала Другая история Из колодцев Фендриенов Тунан Правлял тебя на задание С которого не возвращаются А ты не только умудрился Выжить Ну и каким-то образом Захватил горный шпиль И снял эдикт Кайроса По сравнению с такими событиями Гражданская война Кажется не заслуживающей внимания Повар, привет По крайней мере для тех Кто умеет отделять зерна От плевел Скажи мне Каково это Снять эдикт И как ты захватил шпиль Так Ответь С собственным вопросом Преуменьшать случившееся Это Неужели кто Сам Кто это пишет? Вершитель Саудип Роголуз Скорее всего Да Преуменьшить случившееся Мой дорогой Роголуз Прошу тебя Не преувеличиваю Мои заслуги Мне показалось Путь ты считаешь Что я захватил шпиль Намеренно запланировал Мы единственной целью В колодце Вендриенов Было остаться в живых Не позволит Отлично Отправить День будет идти Друзья по переписке Ачивку дали Взятие шпиля Совпало по времени Со снятием эдикта Может быть снятие эдикта Вызвало Выброс пробившейся Шпиль энергии А может быть Кайрос Знал что так случится В общем С уважением Твой повелитель огня Что я хотел Я что-то построил Библиотеку построил Книгачей Гарус Приветствую тебя И вершители судеб Ты кто такой Как попал мой шпиль Он осторожно Оступает на зак Гарус Я Писец Не писец Или Писец Нет Писец Все равно ударение На вторую На второй слог Будь то он Беленький Пушной Зверек Или Человек Который пишет Писец Конечно же Писец Писец И Архивариус Я столько слышал о тебе И об этом Месте То совершенно потрясающе Библиотека Число Он трепещет И пятится От неуверенности И страха Когда я услышал Что вы тут Собираете библиотеку То сразу понял Мне сюда Я наблюдал за рабочими Которые таскали камни И свитки Там было так много всего Они так уставали Я старался им помогать Чем мог Последний день Когда все ушли Я просто задержался немного Не помню что брал Зачем ты здесь Я так понимаю Тебе не обойтись Без человека Который будет сохранять Все эти свитки Каталогизировать новые тексти По мере нахождения Также вести исследования Я могу взять все это На себя Как твой Песец Мне терпится Поскорее начать Я уже начал Знакомиться С твоей коллекцией И Он иссякается И вздыхает Не стану лукавить Мне нужна работа Веленевая цитадель Мягко говоря Уже не та Что прежде Чем может быть полезен Я много в чем разбираюсь Алхимия Магия Понятно Опа Исследование артефактов Ноль колец Библиотека Предметов Рабочие нужны Библиотеку Чертежи новых артефактов Новых предметов Рецептов зелий Свитков Сигилов Рабочие Рабочие Как развивать библиотеку Она собственно Еще не построена Получается Истощение Управление силами Надо вот брать Либо этого Либо этого Тренер или мастер А На ими рабочие Каждый рабочий Это Где бы деньги взять А Да А вон там есть Лутецкий Шесть свитков Здравствуйте Опа Схрончик Еще три свитка И еще пять свитков Барик Смотрите Стоит Смотрит вдаль Рабочий Рабочий Так Хорошо Ты кто такой Это Ландрис Ждет нас Мог бы меня научить Чему-то Так Давайте посмотрим Куда можно В принципе Идти Что у нас По квесту Я не могу Выполнить Вот этот квест По горячей библиотеке До сих пор И Что у нас там С дверью Это ее Пресса Это Занять Оставшиеся шпили Короче Еще нужно Три шпиля Свиток взять Может Забить И взять Свиток Без Привязки К Можно вернуться На железную тропу Тех пацанов Минус Ночь Можно пойти К ту нону Попробую сейчас Старый шпиль Попасть Но он Видимо Быстро Перемещается Вот Что На прямой Вон Пунктирная Линия Понятно Вытаскивать Или не вытаскивать Свиток Выбор На самом деле Не очень велик Я могу Вернуться На железную тропу С теми Посражаться Упырями Получить опыт И проверить Вообще Как работает Вот эта Вот Подруга Да Давай Сходим Сюда Заодно Лут Предметы Деньги По хорошему Ее конечно Нужно Вкачать Эти два очка Тоже Закинуть Нужно Либо В хп Коих У меня Очень Мало Либо В стойкость Я не буду Пока ничего Вкачивать Скорее всего В стойкость Надо будет Качать Опять Воля Тут стоит Разрешил Тебе Пройти Бла 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 Задира Поговорим Это Бандит Просто Разборки С копниками Ну Я не вижу Главного Вообще О Кажется Можно переворот Сделать Кажется Не подействовало Его нет Здесь Не с кем Повоевать Даже Даже Не Напросишься На Ладно Выбор тогда Из двух Либо мы тащим Свиток Забивая На то Что там Да Надо Таскать Буду Рисковать Вряд ли Мы всю Пати Потеряем Если Я не Не поставлю На замену Что-то Другое Фоги Магичка Хотят Поговорить Да Они Постоянно Хотят Поговорить Вряд ли У меня Вся Пати Гопнется Правда Ведь Что Зальет Лавой Типа Не Должно Быть Так Ну По Логике Вещей Я успею Убежать И все Ну Надо Квест Завершить Два Левелапа Может После Этого Будет Понятно Что Делать Там Ж Выйдет На связь Тархон Теней На всякий Случай Я пойду Одним Человеком Желательно Вообще Фугой Побежать Потому Что У нее Скорость Перемещения Выше Немножко Стремновато Пацаны Скоро Репишет Да 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 Сейв Сем Два Варианта Либо Гуф Либо Нет Это Да Прикоснуться Ко свиткам Вы тянете Чтобы коснуться Свитка Но Как только Ваша Рука Проходит Через Окружающее Облачко Земля Зал Сотрясает Сильная Дрожь Несколько секунд Затем Затихает Как Стремно Что Это Такое Да Потрать Ты артефакт Не жадничай Да Нет У меня Артефакта О Безмолвный Архив Это Плод Столетнему Труда Школы Чернил И Пера Вот Еще Одним Из Его Создателей И Хранителей Я Сделал Так Чтобы Доступ К Содержащимся Знанием Имели Только Книгачей Моего Ордена И только Те Которые Специально На которых Специально И только Те На которые Специально Была Возложена Такая Нелегкая Обязанность Таким Образом Безмолвный Архив Это Сверкающая Драгоценность Которую Лишь Немногие Могут Лицезреть Если Артефакт Попадет В чужие Руки То Разве Что Одна Из Каждой Сотни Тайн Будет Открыта За Целую Жизнь Блин Брать Да Не Может Не Может У меня Отряд Сразу Берем Что Ты Делаешь Насколько Знают Свиток Единственное Что Не Дает Библиотеке Рухнуть Нам На Головы Уйти Нет Я Не Хочу Мне Страшно Не Не Хочу Не Хочу Ну Реально Вдруг Сейчас Просто Раз И Все Гуф Свиток Сдерживает Замедляет Время Вчера Простите Как так Да Я Не Зальел Сегодня Трансляцию Базар Обязательно Залью Она В офисе Поэтому Меняй на Арта Да Нет У Мне Арта Бери Гюард Бери Нет Заль Что-то Как Баба Бери Уже Так Переигрывать Что-то Вообще Не Хочется Вам-то Просто Вы Сэвами Играли Ну Бас Бери Го Заново Не 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 Нет Пойди В другую Локу Получишь Арт Так Выбор Только К Тунону Идти А это Как бы Как раз Ветка Типа Не та Так А куда Я реально Еще могу Пойти Здесь Все Закрыто Пока Что Тоже Закрыто Тупик Ну Только Сюда Город Бастард Увы На суд Идем Стремновато Закрытую дверь Во втором шпиле Кстати проверить Реально Она могла Открыться Легко Вообще Легко Это Абсолютная Правда Сюда Время Это Неограничено Поэтому Я могу себе Позволить Ты не Нашел Мейн Квест Распутием Я должен Пройти Видимо Как раз Мимо Это Как А почему Он Так Повернут Теперь Знамена Оп Опа Ц Зуб Трикстера Не Давай справа Проверим Да в прошлый же раз В шпиле тоже Поменялось Очень много всего И новый лут Появился Внизу Вот На первом Ярусе Где Сражение Было Вот Это Ключевое Так Что Здесь Скорее Всего Тоже Да Все По-другому Все Абсолютно По-другому Я В какой Шпиль Ты Вернулся В Свой Первый Я В Свой Первый Вернулся 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 Все Как Вот Это Нашел Причем Лут Еще Новый Ой Молодец Надо же Заканчивать Видимо Перепутал Шпили Так Вот Эта Дверь Могла Открыться После Так Мы Активировали Шпиль Не Не Открыть Похоже Эта Дверь Здесь Тоже Пусто То есть Надо Выходить И Вот На распутье Искать Квест Основной Хотя По логике Должно Было Бы Да А какой Здесь Основной Квест Мне сказали Пройти Сквозь Мы Прошли Шпиль Нашли От Аллова Хора Избавились Подругу Взяли Со Всеми Поговорили Видимо Не Со Всеми Можно В Кузницу Еще Сходить Случайно Это Звездочки Это Не Квестовые Случайные Персонажи Тут Вроде Как Есть Торговец Но Он Выделен Как Две Звезды Есть Торговец Скованных Горном И Собственно Арчанд Бронз Возможно Учитывая То Что Он Просто Торговец Типа Я Его Заигнорил Торговец 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 Вчера На На Этом Все Благодарю Вас Еще Раз Хорошего Вечера Увидимся Скоро Торговец Торговец Торговец